А для чего вообще это делается? Чтобы что не случилось? Что будет, если я буду настоящим? Как на это отреагировать? Похоже, есть некоторые фантазии, или, возможно, даже опыт у клиента, давайте у слушателя, у слушателя, что нужно подстраиваться, если в этом образе думать. Раз мы метафорично про этот вопрос думаем, то что-то у слушателя есть, связанного с агрессией, со свободным ее проявлением. То есть, когда я увеличиваюсь, я могу крушить, я могу позволить себе быть агрессивным, но это плохо, к сожалению. Да, все плачут вокруг. Все плачут вокруг, да. Я могу разрушить мир. Это, конечно же, фантазия. Если я думаю, что мне нужна семья, и я должен делать к этому шаги... Тогда надо прийти в бар, достаточно уже подготовленный, возможно, в свадебном платье, взять мужчину с барной стойки. В выездную регистрацию. Отвезти его в ЗАГС, да. Это очень сложно. От этого потом в отель, перейти к детям. И мать с собой водить где-то, чтобы она благословила. Да, да. Потом в банк уже за ипотекой, скорее всего, да. Ну и желательно к обеду уже за вторым ребенком. Друзья, всем привет. Это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наш слушатель, задаете вопросы, а мы, ведущие и гости подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений. И сегодня с вами, как всегда, я Гоша Голышев, психолог, гештальтерапевт. Я Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагур. И сегодня мы с вами поговорим на, в общем, если назвать, тему самопознания. Как всегда, ваши вопросы о себе, о том, кто я, как я, чем я руководствуюсь, как мне поступить. И мы сегодня решили позвать специального гостя из Международного института гештальт-анализа и супервизии. Даниил, привет. Добрый вечер, да, всем. Ну, чуть-чуть про себя. Мы коллеги, но ты еще и преподаватель в Мегасе. Да, так точно. Я практикующий гештальтерапевт, являюсь преподавателем в Международном институте гештальт-анализа и супервизии. Так сказать, преподаватель на первых ступенях, на вторых ступенях. Ну, и у меня еще частная практика. Чего про меня нужно знать? У меня есть, конечно, возможность рассказать паспортную информацию ввиду своих годов, количество детей. А вот про первые и вторые ступени, то есть, ну, я понимаю правильно, что наши слушатели тоже поняли, то есть есть программа обучения гештальтерапии, и ты обучаешь, ну, первая ступень такая больше для всех? Да, да, да. Ну, вот первая ступень, она ориентирована на то, чтобы, ну, как бы, прийти, поработать со своим клиентским опытом, с тем, что происходит в твоей жизни, как это попробовать разобраться. Но одновременно она имеет некоторую структурную часть в виде такой знакомства с гештальтерапией, как это устроен гештальт-подход. По окончанию первой ступени есть возможность перейти, собственно, на вторую, где уже непосредственно можно обучаться техникам гештальт-подхода, становиться, собственно, гештальтерапевтом, по окончанию получить диплом у профессиональной переподготовки. Значится, что ты будешь психолог-консультант в гештальт-подходе. То есть это то самое заветное, имеешь право работать психологом. Да, вот, ну, законно право, потому что работать психологом у нас может много кто, а мы предоставляем, так сказать, вот лицензионное образование, как Мегас-институт, так как это учебное заведение с лицензией, и вот мы предоставляем такой полный цикл обучения, начиная с первой ступени, заканчивая третьей ступени. Третья ступень — это совершенствование практики гештальт-терапии и ведение группы и супервизии. Насколько я понимаю, такая финальная уже история, когда уже ты практически эксперт, да, если переводить на обывательский? Не знаю, к счастью или к сожалению, вот в этой профессии есть ли финал, так как учение свет, неучение тьма и так далее, вот все вот эти фразы, но тем не менее, да, это некоторый такой, ну, можно сказать, финальный этап, где ты становишься, собственно, супервизором, вот возможность имеешь ввести группы, там и так далее. И уже самостоятельно обучать в том числе. Да, 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 ну, там, естественно, в нашей профессии есть много разных специализаций и прочего, вот где, собственно, можно еще много чего добрать. А может быть есть, потому что, мне кажется, у нас среди слушателей очень много психологов, может быть, есть какие-то ближайшие мероприятия и конференции, которые проходят, на которые можно в том числе записаться ребятам? Да, вот 8-10 декабря 2023 года будет проходить клиническая конференция. Это событие, на котором будут представлены разные воркшопы, мастер-классы, лекции, плюс, что немаловажно, там будут представлены кейсы, то есть есть человек, ну, так называемый клиент, который приходит, все согласованное, естественно, в рамках этического кодекса и профессионального. Человек дает согласие на то, чтобы описать свою проблематику на аудиторию, где с ним беседуют одновременно, так сказать, для среза, так как клиническая конференция, все-таки, психиатр, а потом психотерапевт. И есть, собственно, психотерапевт, который предоставляет, так сказать, клиентский кейс о том, с чем пришел клиент, ну, помимо его рассказа, он некоторый профессиональный разбор для коллег, которые находятся на конференции. А, то есть получается, что туда можно вообще, не знаю, записаться на такую... Если я не психолог... Вот, вполне, да, как раз в тему самопознания нашего сегодняшнего... Публичная практика, условно, получается. Ну, вот в плане описания кейса получается, что да. А так вот, если кто-то заинтересован, то можно вполне записаться там, наверное. Класс. Ну да, в Мегасе вообще, то есть правда, там много интересных специализаций, различных групп, я думаю, что мы просто прикрепим все ссылки в описании. Да, я думаю, так проще будет. И про то, что ты анонсировал конференцию, и про разные образовательные программы, там есть и онлайн, и оффлайн. Вот это для тех сейчас суперактуальных ребят, которые разъехались по всему миру, есть возможность встречаться онлайн. И обучаться. Да. Ну да. Если вот еще на секундочку, то там тема этой конференции — это социальная психопатология. Ну, ввиду того, что наш мир стремительно развивается и меняется, а так как мы тоже в нем живем и существуем, мы тоже к этому как-то адаптируемся. И вот на фоне такой темы очень интересно понять, что с нами происходит. Для этого тоже посвящена конференция. Насколько мир стал психопатологичен в последнее время? И мы в этом мире в том числе. Да, но вот я думаю, что сейчас мы еще и поговорим про вопросы. Да. И, возможно, психопатологию обнаружим и там. Можем ли мы приступить? Да. Поехали к вопросу. Давайте. Первый вопрос. В чем отличие человека, способного к рефлексии, от неуверенного и тревожного? Да. Вот такой короткий вопрос. И вообще, я подумал, может быть, здесь поговорить вообще, что такое самопознание, что такое поиск себя. Это такие же модные слова. И человек говорит рефлексия. Тоже такое супер, вроде распространенное слово. Как будто профессиональные терминологи. Да, но вот действительно рефлексивный человек выглядит, может быть, неуверенным и тревожным. Рефлексивный человек выглядит неуверенным. Рефлексирующий. Ну, смотря какие события у него произошли, я думаю. Ну, вот если, как мне думается в вопросе, мне нравится там фраза такая, что чем он отличается от нервного, да, от неуверенного и тревожного. Ну, да. Вот я подумал, это хороший средство, чтобы начать говорить про это. Вот смотрите, как на рефлексию просто смотреть. Можно же не академическим языком правильно говорить? Это, в общем, способность наша такая психологическая, обрабатывать информацию, которая к нам поступила, делать из нее какие-то выводы, ну, для дальнейшего, допустим, планирования в своей жизни ввиду полученного опыта. Ну, какое-нибудь событие случилось, достаточно тревожное, ну, в современном мире их достаточно много. Вот. Одно дело, можно как бы замести это под ковер, сказать, что ничего не случилось, все нормально, живем дальше. А с другой стороны, можно обратить внимание на то, как я на это отреагировал, что со мной случилось, какие чувства я пережил. То есть иногда мне страшно, иногда я прям ужас испытываю. Да, ужас испытываю, да. Там, не знаю, возбуждение какое-то вдруг, которое никогда я не испытывал сейчас, что-то меня даже подтряхивает. Вот. Если этому придавать, ну, некоторые смыслы, ну, не просто то, что это случилось, и до свидания. Вот. А если над этим задуматься, так, с уважением к самому себе в моменте, то это можно назвать рефлексией. А вот про неуверенность, ну, не знаю, мне кажется, часто очень как-то неуверенные люди, они достаточно много в себе копаются. Вот. И очень много рефлексируют. Но дело тонкое, значит, что вот рефлексия, или рефлексия, как правильно сказать, может и вред нанести, получается. Если очень долго копаться, можно самозакопаться, получается. Мне кажется, да, правда, если долго пребывать в таком состоянии самокопания, то можно, правда, зарыться, да, как говорят. Ну, да, да. Вот тут хорошо бы знать некоторую меру, и она нас спасет от того, чтобы закапываться дальше куда-то. Да. А я вот подумал, может быть, мы как раз, так, я считаю, в третьем пункте, и вот как-то постараемся вот эту меру, что ли, обнаружить, или как вообще заметить, что уже достаточно. Вот где эта точка, что точка невозврата. Можно я вкину перед этим? Меня смутило, знаете, что в вопросе, что как будто способность к рефлексии, это значит, ну, то есть как будто здесь знак равно такой стоит, это значит уверенный и нетревожный совсем человек. Если рефлексии нет, то суперуверенный. Да, то вы дерево. Да, да, да. Ну, нет, я бы так не уравнивал такое. Ну, вот, меня и смутило, что здесь отличие, да, способный человек от неуверенного и тревожного, то есть как будто если человек не способен к рефлексии, да, то он совершенно другой. Он не тревожится и очень уверен. Нет, я бы так вопрос не ставил, я не совсем согласен. Думаю, вот как раз идея о том, что много кто очень сильно тревожится и по этому поводу загоняется, думается, вот начинают всякие разные загоны, там, а дальше можно и какой-нибудь невроз схватить в конце концов. Вот. А про меру, ну как? Вот, наверное, мера в здравом смысле получается. Вот если вы чувствуете, что вы начинаете загоняться, скорее всего, это достаточно легко почувствовать, если ваша мысль 174-й раз за час начинает заходить на вот этот самый круг, и вроде как нарастает тревожность, невозможно чем-нибудь сконцентрироваться, хотя, казалось бы, 8 утра всего лишь, вот, то, ну, наверное, стоит остановиться в этом месте. Но я думаю, это, ну как, эта идея уже такая в сознании человека, она не один раз встречается. То есть если вы первый раз о чем-то очень долго думаете, много раз вы сразу заметите это дело. Да, я подумал про себя, что у меня есть такая, знаете, точка, где я замечаю себя, что, ну вот я, конечно, там размышляю про себя, но это точно уже никак не связано с тем, что происходит на самом деле. И вот у меня есть такой критерий, то есть насколько я ушел в некоторое самокопание, и ситуация уже поменялась, на самом деле мне там уже бы, ну, в общем, некоторый разрыв между тем, что происходит на самом деле, и, я не знаю, как это назвать. То есть это мешает повседневно. Шел к себе, а вернулся, а там уже все, там уже весна на улице. И вот это вот как раз, мне кажется, такой для меня показатель, что это уже перебор. Я движу психологическая спячка такая, да? Да, ну, нырнул слишком глубоко. Вынырнул, а на улице уже другое время года или там другое время суток. Или уже не можешь вынырнуть, потому что лед, да? Окей, я думаю, тогда можно двигаться дальше. Да, поехали к второму вопросу. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Как справиться с чувством собственного проигрыша в жизни? Мне 24 года, я заканчиваю магистратуру, но до сих пор не знаю, на своем ли я месте с этой профессией. Учеба заканчивается, а идеи, что делать дальше, совершенно нет. Такое чувство, будто я училась просто потому, что так нужно. Просматривая сайты с работой по профессии, натыкаюсь на мысли, что не справлюсь с прописанными там обязанностями, и на работу меня не возьмут. Просматривая другие профессии, думаешь, что зря потратила 6 лет учебы, а просматривая те, где образование не нужно или есть период обучения, все равно думаешь, что не справишься, что ничего не стоишь. Романтических отношений у меня нет и не было. Раньше влюблялась, но либо меня отвергали, либо я уже сама думала, что ловить нечего, и человек не ответит мне взаимностью. Потом в итоге так и получалось. Уже долгое время не влюблялась, почти 6 лет. А иногда кажется, что мой эмоциональный диапазон вообще уменьшился. Теперь мне кажется, что на поезд отношения, в кавычках здесь, я уже опоздала. Что влюбиться в меня невозможно, что во мне ничего такого нет, что я проигрываю другим девушкам. И так в каждой сфере жизни. Постоянное чувство проигрыша другим в любых своих желаниях и идеях. Чувство, что хуже. Спасибо за подкаст. Вот такой вопрос. Да, тут как будто можно на много что начать отвечать. Если сконцентрироваться, то на чем бы? Как вам идея? Есть отношения, ветка про отношения, есть ветка про профессию, я смотрю. И в целом вообще так генерализованно про всю жизнь получается. Я хочу отметить, как будто круто, что слушательница это замечает. Как будто она понимает, что у меня примерно такая же модель. Я себя веду так же в отношениях, как и с работой. То есть я, получается, все зря. Все мои отношения были зря. Вся моя условно работа, профессия, то, что я обучался, была зря. Потому что я везде не подхожу. Я какая-то такая неподходящая. Вот мы и столкнулись с рефлексией. Да, кстати, я тоже хотел сказать, что, возможно, наш слушатель с первого вопроса, как раз и милый был, когда рефлексия способствует потере уверенности. Но мне больше отношений, если ты спрашиваешь. Да, я вот тоже как-то зацепился про отношения. Потому что они же присутствуют везде практически во всей сфере жизни. Как с молодыми людьми, как с работодателем, родителями и тому подобное. А вопрос звучал, как справиться с проигрышем в жизни. То есть есть идея, что, возможно, нужно выиграть что-то. Что же тут называется проигрышем? Ну, я бы вот такой вопрос задавал. Что коннотируется под проигрышем? Потому что это же объемное очень понятие. Ну, вот я, возможно, это некоторая фантазия, но как я понял нашу слушательницу, что проигрыш для нее как раз вот это ощущение, что она хуже других девушек. Вот в ее... И тогда, соответственно, все привлекательные парни выберут всех других из хоровода. А она останется одна невыбранная. Да. Хотя что-то сейчас сижу, думаю, размышляю, значит, хуже других. Ну, вот хорошо бы в этом месте, наверное, правда понимать реально, а где хуже, где лучше, а где мои фантазии в этом месте. То есть есть, наверное, объективные какие-то вещи, по которым можно проигрывать друг другу. И это нормальная история сравнения. Ну, что я выше, ниже, там, все такое. Не знаю, длиннее ли у меня ноги. Вот. И тому подобное. Это как бы нормальная такая часть. А в этом месте же есть наше отношение к этому. А мне кажется, для того, чтобы сложилось отношение, нужен некоторый опыт сравнения, достаточно длительный, в котором бы постоянно происходил вот тот самый проигрыш. Вот. Обычно мы получаем его в детстве. Вот. Ну, так. Вот от родителей мы получаем некоторую обратную связь. В чем я хорош, в чем я не очень хорош. Это про сына маминой подруги, да, история? Ну, да. Да, да, да. Ну, то есть, вот если так думать, а как вообще вот эта модель с проигрышем устроена внутри семьи, например, у человека? Откуда вот ноги растут, так сказать? Ну, мне кажется, вот... А правильно я понимаю, что ты имеешь в виду, что, условно, родители, ну, там, сравнивали с кем-то? То есть, приводили в сравнение какого-то условно другого человека? В качестве гипотезы точно не утверждение. Ага, да-да-да, ну, в смысле, это про то, что фантазия. И, то есть, из-за этого формировалась какая-то история, что меня постоянно с кем-то сравнивают. И вот у меня сформировалась, условно, такая модель, что я постоянно ищу какого-то сравнения... Не дотягиваю. Да, да, что я постоянно ищу какого-то сравнения, то есть, пытаясь, условно, стать лучше, чтобы, ну, быть лучше какого-то выдуманного вот этого персонажа. Почему четыре, а не пять сегодня ты принёс? Глент, да, это такая фраза. Она достаточно триггерная, но достаточно популярная, получается. Это, ну, что нужно было такого делать в детстве, чтобы, там, меня полюбили за что-то. Вот. Ну, возможно, это как-то трансформировалось, перенеслось дальше, и вот нужно тогда делать, чтобы меня кто-то влюбился, и чтобы меня ценили, мне необходимо совершать какие-то действия, которые, ну, вот такие, достаточно видные, как Победа. Прямо как будто такие субъективно значимые, да, типа в социуме. Да. А можно я продолжу твою гипотезу? И у меня есть вообще тогда ощущение, что девушка и не сама и выбирала профессию. Ну, то есть, знаете, есть такая история, что родители говорят, что нужно обязательно пойти... Вот это хорошая, условно, профессия. Там, да, условно, вот экономист, или, да, как правило, родители такое, мне кажется, употребляют. И вот тогда, мне кажется, ну, слушательница в том числе и не сама выбирала профессию. Это, опять же, фантазия. Но почему-то есть такая мысль, если продолжать твою гипотезу. Да, я думаю, что вполне себе такая могла бы быть. Ну, ты описываешь некоторую диаспору, допустим, профессиональную в семье. Диаспора врачей. Вот они там, семь поколений врачей, и тут вдруг из ниоткуда... Тикток-блогер. Тикток-блогер, да. Ну, и среда транслирует, что что-то с тобой не так. Вообще, сейчас слушаю вас, думаю, это же грустно. То есть очень... И много разочарования. То есть я все время соревнуюсь. Угу. И внутренне. Причем не открытое соревнование. Даже с кем, да, да, да. Я просто думаю, если вот на этой метафоре спорта, то у спортсменов хотя бы есть время для соревнований. Угу. А остальное время, они как-то расслаблены, готовятся просто там, ну, в общем, тренируются по какому-то графику. Семьи может... Межсезонья, да. Ну, просто. То есть нет вот этого напряжения, что я сейчас выиграю или проиграю. Угу. А здесь как будто оно присутствует перманентно. И тогда, честно говоря, очень сочувствую нашей слушательнице. Вот что я подумал. Да. Да. Достаточно выматывающая история получается. Угу. Да. Ну, и это то же самое касается тогда и профессии. То есть и в этом смысле мне как будто рождаются некоторые недоверия. А действительно, она везде проигрывает. Да. Я вот про принцип реальности тут думаю. То, что вот... Где-то мы, правда, не очень хороши. Но хорошо бы проверять и сверяться с реальностью. Все-таки. Если она работала, она вот научилась, например. Ну, как на позитивные такие вещи можно посмотреть с другой стороны. Ну, вообще-то я шесть лет отучился. Да, шесть лет закончил институт, на работу, были отношения. И это все победы. Да. Как минимум, да. Круто. А еще, так и заметил в тексте, что и отношений почти шесть лет не было, и при этом зря потратил шесть лет учебы. И как будто это тоже такие сферы пересекающиеся. То есть как только поступил. Понимаешь, почему-то... У тебя дедукция работает, Саша. Просто если дальше докручивать, это до абсурда, то в шесть лет было нанесено нарциссическое. Мне просто... Я хотел опять продолжить твою мысль про врача, и мне так и показалось, что это реально обучение на врача, потому что предполагают сложное обучение, но действительно, мне кажется, на врачебную профессию. И поэтому как будто бы я погрузился вот в эту учебу на врача, и все. И у меня ни отношений, ничего, ни жизни, как бы такое ощущение. Ну и тогда из твоих слов то, что Данил сказал, что может быть все-таки пойти на какую-то работу, и может быть какие-то отношения допустить в возможность, что они случатся, и посмотреть, может быть, там будет нормально. То есть просто этот витавр такой пояс отношений ушел. Да, очень как-то окончательно звучит, и бесповоротно. Но я думаю, что нет, так как психика человека очень гибкий инструмент. И что значит сегодня одно, совершенно не значит завтра. Одно тоже. Поэтому я думаю, что вступить в отношения и пойти на работу, это не то, чтобы... Вступить на работу вообще как бы жизненная необходимость, чтобы обеспечивать себе вообще пропитание, проживание и другие базовые потребности. Такое ощущение, что есть там некоторая фантазия и страх того, что это опять будет поражение. Я думаю, можно в этом месте быть к себе достаточно милосердным. Так, ну-ка, расскажи как. Я думаю, что как бы осуждать себя и сравнивать, это вот слушать знакомая идея. А вот быть к себе милосердным в том, чтобы ну, неудача значит неудачу просто. Не значит оценку себя. То есть если сегодня не получилось, ну, начать сегодня не получилось. Не получится завтра. Ну, не я плохой, да. А это мне нравится сейчас чемпионат Англии Манчестер Уинайтед для любителей футбола, там Тен Хак. Значит, они проиграли 0-3 в Манчестер Сити Гвардиолы. И он говорит, это было, ну, в Манчестер Сити сильная команда и это поражение ничего не означает. Наша команда на взлете. Вот. Какая уверенность. Все такие серьезные. А он такой, ну да, говорит, ну, мы сейчас проиграли, но увидели, как мы играли. То есть мы не проиграли, мы на взлете. Ну, там можно по-разному как-то относиться на сама вот эта формулировка после поражения 0-3. Ну что, двинемся дальше? Да. Следующий вопрос. Хотел задать достаточно специфический вопрос. Дело в том, что я веду себя очень по-разному с разными людьми. Сейчас объясню. То есть, в компании своей девушки я один, в компании друга совершенно другой, в компании родителей третий. Причем, я будто меняюсь полностью, надеваю другую личность. У меня меняется тембр голоса, скорость речи, слова, интонации. И так происходит довольно давно. Будто с самого детства я подстраиваюсь по других, чтобы было проще наладить контакт и общаться. Соответственно, каждый мой знакомый общается с разным мной. Но в этом многообразии личности я как будто потерял самого себя. Какой я? Что это вообще за человек такой я? Думаю об этом и не могу найти себя настоящего, неподстроенного под общение с другим человеком. А в кавычках тру себя, тру имеется в виду настоящего. Какие шаги нужно предпринять... Гоша, для тебя было бы истиннее, прости. Какие нужно шаги предпринять для того, чтобы хотя бы встать на путь решения этой проблемы? Вот такой вопрос. Вопрос, конечно, очень интересный. Это как в том самом меме ситуация страшная. Смешного вроде бы, а ситуация страшная. Из смешного я почему-то подумал, что хорошо бы не встречаться разными компаниями, где человек меняется. Приходится быть разным. Лучше не смешивать в этом месте. Пригласить на день рождения всех не получится. Из абсурдных шуток. Мне кажется так. А какие шаги предпринять, чтобы с собой познакомиться? Ну вот. Да. Это... А вот как... Ну... Интересно, что это может в некотором роде пересекаться с предыдущим вопросом про отношения. Ну, про отношения в таком смысле, что если есть человек, которому можно доверять, с которым выстроены достаточно длительные отношения, ну, в виде партнера, то есть возможность размещаться разным там. Ну, появляется такая безопасная среда, где ты можешь, ну, где-то чудить, где-то быть умным, где-то быть грустным, где-то быть злым, где-то быть, я не знаю, обиженным, но вот при этом как бы оставаться рядом с другим человеком, который способен это выдержать. Вот. И для этого уйдет некоторая вот эта обязанность подстраиваться из ситуации в ситуацию, чтобы... Вот вопрос еще там такой, как бы он не задан, но между строк, как мне кажется, он звучит, а для чего вообще это делается, чтобы что не случилось? Что будет, если я буду настоящим? Как на это отреагировать? Похоже, есть некоторые фантазии или, возможно, даже опыт у клиента, давайте у слушателя, у слушателя, что нужно подстраиваться для того, чтобы меня, ну, как-то принимали. И тогда, если я не буду, типа, или я боюсь, что если покажусь условно настоящим, я сейчас фантазирую, то меня тогда отвергнут. Ну, все там условно, да? Блин, интересно. Если опыт отвержения. И тогда, естественно, в каждых отношениях из перечисленных у него есть некоторая своя стратегия, которая, ну, по сути дела, это не то, чтобы маска, понятно, но я по-другому это называю стратегия, которой он пользуется для того, чтобы достичь вот этой цели, не быть отвергнутым, например, или вот, чтобы меня приняли. и если у него появятся соотношения, где с большей безопасностью, да, тогда есть шанс, что там-то ему удастся совместить хотя бы две. Ну, нет, ладно, это совместение. Побыть тем, кому не нужно выбирать какую-то стратегию. То есть сейчас пока таких отношений как будто бы либо нет, либо он не может представить, что они такими могут быть. То есть не может поверить, что в этих отношениях его примут. Что существует даже такой человек, который мог бы это сделать. Меня постоянно заносят в семейные системы в этом месте. Потому что я начинаю думать, ну, это вот такой вот опыт, который слушатель описывает, это правда некоторый опыт адаптации к окружающей среде. Это единственное возможное, что мог сделать человек для того, чтобы среда его приняла, чтобы он мог с ней вообще взаимодействовать. как-то необходимо было подстроиться. Где я был получен этот первоначальный опыт? В основном фундамент строится у нас все-таки от родителей. Должен был кто-то... Да. И тогда... Типа, чтобы угодить маме, я должен быть условно таким-то. Таким. А летом меня отвозят к бабушке. И я с бабушкой совершенно другой. А потом меня забирает папа на два месяца, и я с ним такой. Ну, типа. Такой срез временной. Ужас. А можно я вкину в другой полюс? Я просто подумал про себя, и мне кажется, ну, лично вот на себе, мне кажется, я... Ну, у меня точно есть разные типы отношений, то есть есть какие-то рабочие отношения, есть личные отношения, есть отношения с родственниками. И мне кажется, я вот по себе замечаю, я точно в них во всех разный. Ну, и это вообще, мне кажется, это абсолютно нормальным, что я с одними такой человек. То есть мне кажется, это там маска какой-то, но у меня просто разный уровень взаимодействия, разный уровень близости, разный уровень там открытости. Ну, и как будто мне в вопросе, в том числе, захотелось поддержать слушателя, что это нормально с разными людьми иметь там разный уровень близости, разный, ну, тип, что ли, отношений, или какую-то, вот такую историю. Да. В твоем сейчас нарративе не звучит того, что звучит в письме. Звучит то, что я вообще не знаю, кто я. Я потерял себя. Мне неизвестно, кто я такой. То есть, возможно, те маски и образы, которые слушатели репрезентуют, они, может быть, не очень его и удовлетворяют. Не очень его, да. То есть, это то, что, возможно, хотелось бы как-то по-другому сделать. То есть, в компании, друзья, я хотел бы слушать бы рок вместе с ними, а мне приходится сидеть и слушать, не знаю, шансон и петь Михаила Круга под гитару. Хотя мне это вообще не нравится. Но я делал вид, что мне это нравится. Это тогда бы он уже знал, какой он. А он даже не может понять, какая ему нравится музыка. Шансон не нравится, но при этом я не осознаю, какая мне на самом деле нравится. Супер, спасибо, да, за пояснение. Это очень стало понятней. И тогда, если бы он верил, что друзья его не выгонят, он сказал, а давайте, может быть, послушаем Бритни Спирс. И они такие, ну да. О, это мое. Потому что у нее появился шанс в этих отношениях попробовать раз. Да, тогда получается так. Отличный фокус. Мне очень понравилась эта вот как раз идея про такие отношения. Но и вот тогда получается его вопрос, какие шаги нужно предпринять, чтобы хотя бы встать на путь решения этой проблемы, то есть поиска тру себя. Ну, я думаю, вот если как бы давать какой-то ответ, я бы настаивал как на внимании к собственным переживаниям ситуации, в которой находится слушатель. Если в какой-то момент он знает, что в этот момент я буду надевать маску, сейчас я иду на работу, мой начальник, ну, не очень приятный человек. Мне нужно, ну, как бы вообще обесчувствоваться. Потому что я знаю, что он будет что-то придирчиво ко мне, значит, относиться, смотреть, как я одет, периодически выглядывать из кабинета, смотреть, работаю я или нет. Там, громко дышать над моим плечом и все такое. В этот момент, возможно, маска обесчувствована. Если эта работа очень важна и нет способа сменить ее, она, может быть, и достаточно хороша, ее не стоит менять. То есть не стоит бить морду начальнику в первое же мгновение после прихода на работу. Вот он, настоящий я. Да, вот он, настоящий я. Получай по морде. Да. Ну, это вот, скорее всего, не так выглядит. А вот внимательность к себе, то есть тому, что правда ли я этого хочу, задавать некоторый вопрос перед тем, как надеть маску, чтобы была вот эта пауза, чтобы появлялся некоторый выбор. А правда ли это мне надо сейчас? Или это я вот по привычным путям еду, как поезд? Типа, есть ли в этом необходимость? Есть ли в этом необходимость? Правда ли это вот сейчас очень нужно мне? Ну, что я в этом месте чувствую? Если я очень тревожен, то, скорее всего, автоматически будет воспроизведен предыдущий. Ага. То есть у него, получается, есть несколько... Можно обнаружить у себя несколько импульсов таких. Вот просто один, допустим, маска равнодушия или бесчувствия. Да, бесчувствия. Анестезия, как хотите. Это то, что врубается у него автоматически, но было бы здорово заметить еще что-то, что помимо этого, возможно, какой-то импульс возникает. Тогда может даже их и не делать, но во всяком случае заметить, что там еще минимум три идеи, что в этот момент хочется или возникает, есть. Да. Понятно. Ну да. Да. Двигаемся. Поехали дальше. Здравствуйте. Я не знаю, как разрешить себе чувствовать себя большой. Я имею в виду, что для меня, когда я в кавычках маленькая, это когда я скукоживаюсь и боюсь проявляться, стараюсь уменьшиться и исчезнуть. Чувствую себя при этом маленьким ребенком. Когда я большая, то я начинаю вести себя плохо, становлюсь грубой, агрессивной, жестокой неприятной другим. Я просто не могу позволить себе быть взрослой. Я начинаю себя чувствовать плохо из-за чувства вины. Я не умею быть нормальной взрослой. Могу быть только неприятной. Получается, что я постоянно заставляю, видимо, себя быть маленькой, чтобы никому не навредить. Но быть скукоженной утомительно и больно. Как быть большой и при этом не быть неприятной? Вот такой вопрос. Это супермного метафора. Ну, мне кажется, это и хорошо, когда метафоры, значит, очень даже и хорошо человек у себя в голове что-то там представляет. Метафорично очень просто присоединяться к чувственному опыту, который слушатель нам демонстрирует. То есть большое это что-то такое властное, похоже, что может там наругать, значит, громила. громила такой, да, и скукоженный. Это такой образ, наоборот, чего-то такого беспомощного, скорее, какого-то... Белка из леникового периода, который орешек поймать не может. Хотя, как мы помним, сколько у этой белки было власти. Да-да. В конце, вам мультика, да? Из-за нее все и началось вообще. Ну да, у меня еще большой ассоциируется с тем, что-то типа заметное, такое точно, ну, а маленький, скукоженный, его не видно. Вот такие вот тоже. Ну да, это такая история полярности получается. Что с одной стороны я скукожен, с другой стороны я очень огромен. А я думаю, идея такая, чтобы, правда, подружить эти две части. Ну, есть вообще такая техника в целом, работа с полярностью, мистальтерапия. Вот там, так сказать, если технологически это высаживание на стулья или какие-то места определенные, вот клиент рассказывает, что я есть такой, я есть такой. Вот. И мы просим его воспроизводить за эти части разные там слова, чувства, предложения, о том, о чем, как они говорят, и в процессе пробуем их соединить. Вот. И как раз там очень такая классная трансформация происходит не всегда, и это требует длительного времени, вот, это не за одну сессию, и бывают это годы работ, вот. Ну, вот есть некоторые показательные техники, которые, кстати, возможно, на конференции будут посмотреть, смотря, какие там будут. Вот. Но идея в том, чтобы, вот у слушательницы написано, как вообще как некоторую середину найти, получается. Да? Угу. Вот. Ну, или вообще вылезти из этой маленькой. Вылезти из этой маленькой, да. Ну, я вот не знаю, как так ответить мне. Не отправив на терапию, да? Ну, вот, ну, в целом терапия могла бы в этом месте быть, если, конечно, интересно, дело добровольное в этом. Всем понятно, что если отправить на терапию недобровольную, это не терапия получается. Да. Вообще, в целом, как-то поисследовать, а зачем я, ну, уменьшаюсь, что мне вообще это дает? Угу. В этом же есть выгода. Угу. Даже такое адаптивное воспреждение, про то, что ты говорил раньше. Зачем я становлюсь большой? Ну, в большом, в большом, как будто есть некоторая такая проекционная часть того, что это что-то плохое, большое-плохое, что-то такое вот, которое не очень принято, может быть, другим. Вот. Тоже очень интересно, откуда, откуда-то, как это наполненность происходит. Угу. А мне вот еще, знаете, что интересно, вот эта вот фраза, что когда я все-таки становлюсь большой, ты начинаешь из себя плохо, грубо, агрессивно, жестоко, неприятно к другим. То есть, как будто бы, у меня сейчас, тоже, если из вот этих метафор, мультиков, по-моему, это вот, как этот мультик был, где большая... Нет, это моя метафора. Где большая белка была, или не белка, лисица, ребенок превращался, когда злил, в большую лесу. Ребенок, когда злился, превращался? Да. Я забыл, как этот мультик называется, но в общем... Наруто. Нет, что-то из этой серии, но... Это аниме, да. Ну, в общем, смысл в том, что... Ребенок становился неуклюжим. То есть, человек становится неуклюжим, и как солон в посудной лавке. И тогда, в этом смысле, правда, это требует некоторого... адаптации этого состояния. Некоторые тренировки. то есть, побыть, а как действительно в таком размере теперь ходить? Как в таком размере теперь взаимодействовать? И Халк есть такой. Вот, например. Нет, в том, что-то другое. Ладно, извините. Вот, напишите, если кто-то поняли, что я имел в виду в комментариях. Ну, кстати, с Халком очень хороший пример, Да, да. Вот мужчина, если у Солона... Помните секрет, да, Халка? Да. I'm always angry. Я постоянно злой. То есть, возможно, если в этом образе думать, раз мы так метафорично про этот вопрос думаем, то что-то у слушателей есть связанного с агрессией, со свободным ее проявлением. То есть, когда я увеличиваюсь, я могу крушить, я могу позволить себе быть агрессивным. Да. Но это плохо, к сожалению. Да, все плачут вокруг. Все плачут вокруг, да. Я могу разрушить мир. Это, конечно же, фантазия. Вот. Но, тем не менее, оно достаточно пугающее и, соответственно, останавливает, ну, ту самую середину. А в уменьшенном состоянии агрессивность, скорее всего, она либо совсем подавлена и ее нет. Вот. Либо она куда-то так запрятана, что потом, так сказать, эксплозивно взрывается в большую. То есть, это очень интересно, как слушательница переключается с этого состояния. То есть, правда ли, как Халк? Или есть некоторые обстоятельства, которые заставляют ее стать большой сном. И круто, если удается, типа, эти обстоятельства заметить, в каких тип моментах, когда это переключение происходит. Ну, да. Но у меня вот освобождающая мысль здесь про то, что, ну, реально, если что-то только начал делать, то, скорее всего, будет получаться иногда несуразно. потому что, ну, я бы, правда, не пугался, вот как ты сказал, что из-за этого разрушится весь мир. А там, ну, как-то, может быть, если вы за кого-то конкретно переживаете, вы скажите, что, там, извини, я там могу иногда быть на поворотах неуклюжим, но я, правда, сейчас пока так могу только. Вот, но в остальном мир как бы и так, надо быть слишком большим, чтобы весь мир, в общем, разрушить. Разрушить. Это, да, конечно, идея прекрасная, но мало с чем имеет, ну, как бы с реальностью оснований. Я просто еще, я не умею быть нормальной взрослой, и при этом, там, ну, взрослые вообще тоже бывают грубые, агрессивные, жестокие и неприятные. Ну, ну, да, вот тоже, если это комментировать, то что такое нормальный взрослый, что там за представление вообще, чего человек об этом нормальный взрослым? Ну, видимо, если бы уже ты завел традицию, обратимся к семейным системам. Универсальный способ обращения с вопросом, похоже, да, мы открыли сегодня. мне просто нравится, да, раз ты этим пользуешься, мне тоже хочется поддержать, то, видимо, там, может быть, у нее есть какая-то идея, кто был ненормальным взрослым в детстве, получается, и кем бы она точно не хотела быть, а кем бы вот, какой у нее образ нормальности, в котором она тоже, как будто пока не очень может соответствовать. Вот, это интересно. Вот это, ну, как если самопознание, похоже, если приближаться в этом смысле, то есть, как можно предположить, только предположить, на основании написанного текста, что, возможно, ну, давайте прозначим их взрослых, да, это мама с папой. Да. Вот, ну, возможно, если их там не было, то это бабушка, дедушка, или кто-то, кто участвовал в воспитании. Возможно, кто-то из них был достаточно вот таким, как описывается, большой. Вот. Но благодаря рефлексии и самопознанию слушательница понимает, что, как бы, такой большой ей быть не очень хочется. Вот. Это, ну, хороший признак рефлексии. Потому что, если бы она не задумывалась над этим, то, скорее всего, она была бы большой, разрушительной, и вообще не парилась, не писала бы сюда, скорее всего, свой вопрос. Вот. То, мне кажется, это хороший признак, ну, который означает, что есть возможность подружиться с собой посередине. Но это не значит, что зависнуть на середине. Это, скорее, некоторое движение от маленького к большому, от большого к маленькому. Такое свободное передвижение, достаточно спонтанное. Ну, потому что мы не всегда добры, мы не всегда веселые, мы можем грустить. И это абсолютно нормальный вообще признак человеческого, психического здоровья. То есть, как говорится, говно случается, и мы как-то с ним справляемся. Это вот. Но при этом, типа, эти состояния еще и замечаются. Типа, я сейчас могу себе позволить условно быть злой. Да. Не нравится мне этот человек, буду с ним агрессивный. Да, если вот стоять, ехать в метро, и у тебя на уже четыре станции на ноге стоит мужчина, и ты думаешь, ну, как-то да, сказать ему про это не очень хочется. Все-таки я же потерплю, наверное. Или сказавшим. Можно же по-разному с этим бороться, можно там в ухо ему дать. Да, да. Можно сказать, что вы на моей ноге стоите, отойдите. То есть по-разному можно выйти. А можно продолжить ехать, да. Ну, вот тогда, вот интересно, ты сказал, я просто все думаю о твоей фразе, что разрушить мир не получится, как он большим не был. Вот. И тут просто тогда тоже в подтверждении этому можно вот эту фразу, что я постоянно заставляю себя быть маленькой, чтобы никому не навредить. И я тогда думаю, видимо, есть кто-то, кто субъективно ей кажется, ну, или, может быть, правда, объективно, мне почему-то здесь кажется, какая-то манипуляция. То есть люди такие, если ты будешь большой, ну, там, злой, или там еще какой-то, ты плохая. И вот тогда, видимо, возможно, в окружении есть сейчас люди, которые являются носителями запрета, либо она их считает носителями этого запрета. Что они такие говорят? Ты нам вредишь, ты вредишь нам, вредительница, бабушку расстраиваешь. Ну, там, не знаю. Бабушке сердечко болит, не расстраивай, да. Может быть, это хорошая идея, да. То есть, возможно, в ее мире, как будто бы, этот мир можно разрушить. Вот я думаю. Ну, как бы, страх такой-то есть. Да. Потому что кто-то называет ее вредительницей. Плохой. Ну, это, да, как бы, вот одновременно и смешно, одновременно, это же, правда, очень еще утомляет вот такая стратегия. Ну, и очень, тогда понятно, как бы, правда, можно себя чувствовать очень виноватым, что, как только я начинаю наставить на своем, либо там, злиться, вокруг меня близкие падают в обморок и кричат нам плохо-плохо, что ты делаешь. И тогда вот реально ощущение, что ты мир разрушил, самый виноватый, и обратно в маленького. Да, вина очень хороший инструмент для манипуляции. Особенно, к сожалению, вот с детьми так иногда делают. Ну, в семье, опять же, да. Что если ты очень громко кричишь, у меня болит от тебя голова. Папа не сможет зарабатывать деньги. ну, что-то, что-то такое, да. Наша семья врет с голода, ты у крика. Есть кто-то, кто не способен выдерживать эмоциональное состояние ребенка, и от этого разрушается. Ну, как бы, так, посыл такую ребенку. Да, да, мне плохо с тобой рядом. Прекрати. Если ты не перестанешь, мне будут продолжать становиться плохо. Да, и тогда я вынужден заткнуть тебя. Нет, нет, сам заткнуться, как ребенок. Я вынужден адаптироваться, становиться меньше, скукоживаться. А там, как бы, не только скукоживается, ну, как, если я почему-то телесно представляю, как скукоживаться, там же скукоживаются все свои желания, стремления, какие-то возможности, мысли. Невозможность проявляться. Да. Ну, да, вот эта спонтанность теряется, та самая, про которую ты говорил. Ну, что, пятый вопрос. Да, поехали дальше. Я недавно начала интересоваться эго и поняла, что на дожути у меня раздуто. Иду по улице и думаю, что все смотрят на меня. Если кто-то говорит о проблемах, то только я могу помочь. Если предстоит какая-то работа, то только я могу сделать ее по достоинству. Слишком много на себя беру, а потом злюсь на весь мир. Очень быстро обижаюсь на простые вещи, которые говорят мне люди. Также внутри я совсем не эмпатично, могу показать сочувствие или радость, но на самом деле этого не чувствую. Жду, что кто-то другой сделает первый шаг, ведь я уже крутой человек, и это ко мне должны подходить знакомиться, а не я кому-то. Но самое неприятное, что даже имея близких друзей, близких людей, чувствую себя одиноко, так как ощущаю себя лучше. Думаю, что они мне должны, а когда не получаю желаемого, закрываюсь и изолируюсь, и чувствую себя еще более одиноко. Вот такие пряники. Как подружиться со своим эго, и что с ним можно сделать? Честно, сама устала от своих этих загонов, снаружи я никак не проявляю свое завышенное эго, скорее сдерживаю, но это отнимает очень много энергии. Спасибо за смешной информативный контент, спасибо за обратную связь. Вот такой вопрос. Да, это совсем обратная история от предыдущего вопроса. Это человек, наоборот, большой, и вот может, ну, думает, что так может все и вся решить, и везде участвовать. Да, это интересно. И как будто, ну, чего, какое вот эго, да? Это так много, на самом деле, в этом месте мыслей, как подойти, даже не знаю, к ответу, скорее, как к комментарию. Вот. Такое ощущение, что у меня создается ощущение, вы поймите правильно, что нет удовольствия от всего, что происходит в жизни. Вроде бы, и много способностей, которые позволяют нам что-то решить, и какое-то знание о себе, как о умном человеке, и вроде как и друзья есть, и что-то там как-то в сферах каких-то развития. Но почему-то это очень утомляет, это уже надоело, и во всем этом еще чувствуется сильное одиночество, то есть нет способностей. Правильно я понял, что я делаю не то, что я хочу, а то, что как будто бы надо. Похоже. Похоже. Ну, а как одна из идей. Ага. Да. И вот тоже, а как это одиночество так получается? Ну, фраза какая-то очень цепляющая во всем этом тексте, вот именно про одиночество. То есть вроде есть какие-то попытки такие присоединиться к чему-то, обустроиться, быть рядом с кем-то, они получаются. А за счет чего? За счет того, что... Как там было написано? Так как ощущаю себя лучше, да. Вот здесь пишут. Самое неприятное, что даже имея близких людей, чувствуя себя одинаково, так как ощущаю себя лучше. Интересно, конечно, да. Такая жизнь супергероя, который не может расслабиться, вынужден как будто быть все время на чеку, и обычные людские задачи для него слишком мелки, и жить обычной жизни невозможно, а можно только... И тогда нужно найти... Пока не... Да. Я вспомнил Хэнкока просто, который... Ему было пофигу, он впал в зависимость, пил. Да. Видимо, наша героиня пытается от этого уйти как раз, да. Да. Ну, у него там как раз-таки, чтобы не чувствовать одиночество, что-то происходило из-за разрушения отношений. Да. А есть другой, значит, сериал, это «Пацаны». Да. И там есть этот чувак, который Супермен. Я забыл его. Крепость. Нет. Короче, да-да-да, я понял. Тот черненький такой с бородом. А, или Блондин. Блондин, да. Да, да. Я не смотрел. Я думаю, что слушатели, да, они в курсе. В курсе. Вот это что-то напоминающее такое. Всемогущество одновременно на другом полюсе как бы одиночество. А там, если я не ошибаюсь, вопрос был, как справиться со своим эго, да, давайте. Да, да. Как подружиться, да, со своим эго, да. Угу. Угу. Я все-таки продолжаю думать и в том ключе, про который мы уже использовали, в виде системы, семейной системы. Но одновременно, мне кажется, можно использовать еще одну вещь. Да. Опять же, принцип реальности такой. Ну, а правда ли, в чем я лучше, в чем я хуже? Такое вот сравнение. Вот. А еще, мне кажется, можно следить за своим импульсом, потому что вроде... Так я, конечно, сейчас вот дофантазирую, но тем не менее, что как будто бы включается слушатель в жизнь других людей. вот, достаточно быстро получается. Ага. Непонятно. Непонятно. И в этом месте, мне кажется, если быть внимательным к своим чувствам, получается, можно сделать некоторый срез. А на каком, как бы, топливе, на чем происходит мой выбор? Ага. На чем, на чем мое эго вообще, ну, теплится-то? Ага. И можно я приведу пример? Ну, правильно я понял, что, допустим, я вижу там, что человек не справляется, и я бегу, типа, ему условно помогать, потому что я боюсь, что если я не помогу, то он увидит, что я не такая уж и классная. Например. Это так. Это я, ну да, фантазия. А вот из моей первой, что мне приходит в голову, что если, вот, допустим, мой друг, либо мой коллега что-то делает недостаточно хорошо, то он же опозорит и меня. Ну, то есть, наша компания, или там наша семья. Типа, мой друг плохой, и как я могу с таким другом дружить, который не справляется? Ну, какой я рядом с этим другом? Я тоже буду испытывать стыд. Да, потому что я часть. Испанский стыд. Ага, да, я понял. Да, да, вот это вот. То есть, если я сейчас начну тебя перебивать, потому что, ты будешь думать, если... Саш, несешь херню. Да, если сейчас тебя не дополню, то наш подкаст будет вообще... И я, как часть этого подкаста, тоже буду опозорен. Ну, вот такая вот тема, знаешь. Да, 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 да. То есть, попытка... И защитить себя в том числе, типа... Вот, да, от вот этого позора. Например, позора. Вот такие мне еще мысли приходят. Это чем хорошо для эго? Это как новая запись, получается, такая для человека, свериться с реальностью, что вот в этот момент, ну, а может, и не требовалась моя помощь. Все хорошо там было. И, ну, соответственно, тогда можно, ну, такую некоторую пометку себе делать, что в этот момент я там, ну, что-то излишне волновалась за него, тревожность, хотя этого не треплась. Вот. Или наоборот, получить некоторое признание в этот момент о том, что, да, ой, слушай, спасибо тебе большое за помощь. Я тебе не сказал, но хорошо, что ты была внимательна и увидела это. Ну, это, конечно, хорошо, если такие люди есть, которые могут так сказать. Да, а если нет? Если нет, ну, это всегда риск. Некоторые действия всегда риск. Тут вы не исключите. Ну, я, кстати, вот в последнее время себя, наверное, в отношениях с партнером так останавливаю. Типа я иногда замечаю, что, ну, что-то плохо. И я такой, что-то я должен с этим делать. А потом такой, так, стоп. А почему я должен что-то с этим сделать? Ну, если, наверное, плохо, и у нас достаточно там высокий уровень доверия и близости, партнер мне может сказать об этом, что ему нужна какая-то помощь. И я такой, ага, куда я лезу? Погоди, если надо, тебе скажут. И тогда, если понадобится твоя поддержка или помощь... Это так сложно бывает. Я понимаю, про что ты говоришь. Это вообще просто... Я вот, ну, ловлю себя иногда прям такой, так, стоп-стоп-стоп-стоп. Я прям понимаю, что меня аж несет, знаете, вот как реально сразу бежишь. Стимул, реакция. Да. Вроде то, что ты описываешь, похоже на паузу, что ты умеешь это делать. Ну, это круто. Вообще. Большой опыт. Да. И в целом, ну, так, как картина описывается, если вот в вопросе как нарциссическое, скорее, ну, такое, что я вот могу, это все дела. А на самом деле, это же, ну, как такое, нарциссическое, это такое образование, получается, за которым скрыта вот уязвимая часть. Да, она хочет быть, ну, как бы, не одинокой, да, вот она говорит, хочу быть. То есть хочется, ну, вот, в нарциссической стратегии построить отношения с кем-то другим очень сложно за счет того, что кто-то увидит, какой я нехороший, какой я неидеальный, как я не справляюсь. Там очень много стыда, очень много боли. То есть, возможно, слушательцы что-то про это знают лучше нас, про себя, но это, как бы, так сказать, не хочется прибегать к словам, это нормально, не беспокойся, все будет хорошо, пожелание всего хорошего, это не есть наша задача. Скорее просто быть, опять же, внимательнее ко второй той части, которая не демонстрируется, которая достаточно одинока. Быть к ней достаточно заботливой, смотреть, чего она хочет, она, похоже, хочет быть не одинокой, а хочет отношений. Смотреть, а правда ли так, ну, так ли велики риски не быть одинокой. Если понимаете, о чем я говорю? Да, да, да. Надеюсь, слушатель, могу немножко путанно говорить. Да, но вообще, конечно, я сейчас тоже думаю о том, что ты вот, все, я, мне очень понравился твой заход в мысли, я подумал, что какой-то был ребенок. Ну, да, это правда, что там происходило. Ну, к сожалению, не получится выкинуть эту идею у тебя из головы, изрядить у меня ее, из головы, Саша, потому что все мы как бы родились в отношениях, получили травму в отношениях и способны исцелиться в отношениях. Это не я придумал, это Мартин Бубер в теории диалога. как-то это правда очень сложно. Мы все как бы существа, находящиеся в отношениях ежесекундно, ежеминутно. Интересно, что там семья человека. Где ребенок мог научиться тому, что все от него зависит, ему нужно обязательно во все включаться, и он самый... Ну, только он способен что-то сделать. Какие большие плечи у слушаницы были в детстве, на которых лежало много ответственности. Возможно, за взрослого. Если интересно, это называется парентификация, когда ребенок занимает место родителя в семейной системе. Когда его не просили, но грузанули. Теперь ты мама, а не я. а я буду вести себя как ребенок. Напоминает день самоуправления в школе. Ну да, знаешь, это как бы законно и ненадолго. А тут тебя не спрашивали, просто подменили. Ключи от дома тебе дали, сказали, вот теперь ты всем этим владеешь, иди закупай продукты условно, я буду болеть, я буду капризничать, пожалуйста, сделай так, чтобы я выжил. А в этот момент ребенку могло бы быть 13-14 лет, или может быть и раньше. То есть это все не есть хорошо. Да, вот этот интересный момент ты подчеркнул, может быть. Ага, двигаемся. Да, поехали дальше. Привет, ребята. Где-то услышала, что у зависимых людей, не только действующих наркоманов, но и просто склонным к зависимостям, на каком-то там метабиохимическом уровне отсутствует долговременное планирование. У меня в семье два поколения алкоголиков, дед и мама, и я считаю себя склонной к зависимостям, и поэтому полностью избегаю любых химических веществ, алкоголя и компьютерных игр. Но я курю и смотрю сериалы за поем. Могу смотреть интересный сериал все свободное время. Если свободного времени у меня 10 часов, то буду смотреть 10 часов. Считаю, что в этом проявляется моя склонность. Долгосрочные планы правда отсутствуют. Если что-то планирую, то ни хрена не выполняю и не следую своим планам. Закончила полностью только школу, два высших учебных заведения, бросила, хз почему. Многие дела не довожу до конца. Давно уже перестала что-то задумывать в долгосрок, в мечтах. Я имею семью и машину, и дом, и по факту ничего для этого не делаю. И даже не знаю с чего к этому приступить. Как вообще хотеть чего-то глобального и стремиться к целям по-взрослому? Спасибо за подкаст, вы котики. Мяу. Да. Так. Не, ну а чего? Надо сказать, что горизонт планирования у нас в последние несколько лет сильно сократился. Преуменьшился в разы, да. Да, вот поэтому может, оно и нормально на самом деле, что так не получается планировать. Но вот я не смогу прокомментировать про алкоголиков, ну и про их коротковременную память. Мне только на ум только анекдоты всякие разные лезут, но это не к месту, наверное. Но тем не менее, вот как начать планировать или как там? По-взрослому. По-взрослому. Глобально. Стремиться к чему-то глобальному и к целям по-взрослому. Давайте тогда не будем крутить вокруг да около, вернемся к этому способу. Потому что она здесь представлена, по крайней мере, что там в виде алкоголизации. Ну, и правда, это большой опыт, который пришлось выучить человеку, откуда бы он видел, например, что кто-то что-то умеет планировать. Да, если там такого опыта в семье вообще не было. Возможно, да. Тут не написано про это, но такое еще не складывается, что вообще в семье алкоголиков очень сложно, правда, что-то распланировать, кроме как там за эти даты. Вечером пойти за бутылкой. То есть это как бы... Вроде еще описывается контрзависимая позиция никакого алкоголя, никаких наркотиков, но одновременно все-таки присутствует ее часть в виде курения и зависимости от материалов. Ну, это не называется зависимостью, это скорее предположение слушателя. Мне нравится, что есть мечты, в которых есть дом, в которых есть машины, семья, кажется? Машина, дом, да, семья, семья. Да, 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 да. Ну, можно, по крайней мере, на это опираться, что есть такая идея. Вообще-то, типа, вообще-то мне понятно уже, что я хочу, да? Ну да. Это и есть глобальные цели по-взрослому. Ну, так как еще думать можно? А что останавливает? Чем, ну, как бы происходит та самая остановка планирования? Ну, так как мы часто действуем на каких-то импульсах и драйвах, с драйвами принято называть чувства, каким чувством, ну, останавливается планирование на будущее? Это может быть страх, это может быть стыд, это может быть, я не знаю, там, еще какое-то чувство, которое... Бессилие. Бессилие. Я не смогу. А может ли быть это вина? Может. Потому что тогда я там, если я не выполню, я буду себя винить в чем-то. Да, вот, ну, вполне. Это лучше слушать. Тогда лучше не начинать, да, классическое. Ну да, это может быть страх, стыда, например. Это не сам стыд, а страх стыда, что кто-то будет стыдить. То есть, я бы в этом месте задался. Причем стыдить за то, что, ага, я, оказывается, разбогател, я и машину, и дом получил, и мне будет страшно, что меня за это застыдят. Вот, да, к сожалению, не ясно, в каких отношениях сейчас слушатель, допустим, со своей семьей. А можно ли жить хорошо? Можно ли жить хорошо, когда семьи живет плохо? Например. Вот это так, ну, такой нырок большой, может быть. И тогда, если я буду жить хорошо? Ну, они могут осудить, и нечего, хорошо не жили, нечего начинать. Мне будет стыдно, что я живу, типа, лучше, чем они, да? О, офигеть. А что еще не помогаешь, например? Ой, да, вот это вот, сейчас я начну зарабатывать, а потом на меня, как все родственники насядут, и все деньги мои пропьют. А вот это вот еще. Ну, даже если обратить внимание, что у нас достаточно много фантазий в этом месте появляется, то, скорее всего, так могло бы воспроизводиться и услышать, что есть некоторые фантазии, что если я буду что-то планировать, что-то такое в будущем случится, или будущее сильно изменится, или как-то у меня что-то не получится, или меня не поддержат, или все, что я буду пробовать, это там как-то все впустую. То есть, так очень много фантазий каких-то, а с реальностью они, опять же, могут, ну, немного иметь место. И важно, мне кажется, понимать, каким чувством тогда я делаю так, чтобы оставаться вот неудовлетворенной в этой позиции. Потому что, на самом деле, это еще и безопасно, ничего не планировать. Живу одним днем. Ну, вообще, да. Все хорошо. Звучит, кстати, очень хорошо. Живи, как в последний раз. Вот вечером схожу, во вкусился продукт. Да. Ну, На завтрак будет что-то. Ничего себе, если у тебя планы, садо. Да, да. По завтракам. Глобальные. Не, ну, кстати, я, ну, я не знаю, у меня, я не могу там, ну, похоже ощущение какое-то было, и я себе завел такую штуку, Bullet Journal называется, помогает мне следить за моими привычками. Типа, чем мне удается. Ну, я рисую себе условно, какое-то такая, это замороченная, короче, штука, но мне нравится. Самое главное, что мне нравится. Короче, я завел Bullet Journal, это блокнот по точкам, и я рисую себе прям не неделю, семь не недели, и выписываю привычки дела. Типа, привычки. Такая схема получается. да, да, прям, прям, вот реально, знаете, как морской бой, условно, закрашиваю клетчики, которые мне удались, ставлю крестик, что мне не удалось, и там в конце недели, условно, подвожу итог, прям, пишу себе, что мне удалось, вернее, что получается, что не получается. Так. И вот смотрю, получается точно заполнять, завтракать, там недавно я смотрел, заполнять этот дневник, завтракать, и что-то еще делать. Там не получается, другие вещи какие-то. Вот, и это мне, типа, помогает, но при этом я прям, ну, и ставлю, и что получается, и что не получается. Это мне помогает следить. То есть, ну, не исключать, короче, не получающиеся вещи, и не исключать того, что получается. То есть, Радоваться того, что получилось, и грустить. Ну, да, я не скажу, что я прям сильно грущу. Да, почему-то тебя это, наоборот, не, не знаю, не демотивирует. Почему тебе это удобно? Потому что это было бы буллет. Не буллет, а буллинг-журнал, когда ты себя буллишь за то, что, типа, вон. Нет, просто, ну, я замечаю, что у меня действительно это не удается. Ну, и я замечаю свою реакцию на это. То есть, я там не сильно грущу, я такой, ну, блин, ну, да, вот сейчас мне это не удается. И у меня там, в одной неделе, у меня, допустим, в привычках была одна привычка, которую я хотел попробовать. Я посмотрел, что она мне не удавалась. Я раз, ее на следующую неделю, я ее исключил. Я понял, что пока мне это, типа, не удается. Я добавил другую попробовать. И вот это, типа, ну, это как одна еще из методик, типа, проб. То есть, я пытаюсь там внедрить сейчас, да, какие-то привычки. Вот это мне привычка не удалась. Я ее неделю попробовал, понял, что, ну, совсем, и не желание, не мотивация, ничего ей делать нету, я ее убрал. Я попробовал следующую. Следующая получалась, там, 50 на 50, условно. Но уже лучше, мне уже нравится больше. Я такой, о, класс, оставлю еще, попробуй на недельку. И вот так, типа, я продолжаю. То есть, это недавняя такая история началась, я еще продолжаю, вот, и поэтому, но стараюсь, типа, за этим следить. Действительно. Вот это напоминает стратегию машинных шагов. Есть такое понятие в терапии, что даже самые маленькие шажки, куда-то есть движение, вот, и очень важно придавать им ценность. Как минимум мечты о семье, машине и доме. Можно рассматривать как нечто позитивное, о том, что все-таки хочется. А за этим, скорее всего, есть какое-то желание. Я предполагаю, что, когда думаешь про это, это нечто более приятное, чем просто ты планируешь, ну, как бы, будущее. Ну, я представляю, что чувство, которое завязано на, предполагаю, на детях, семье и машине, оно, да, какое-то приятное. И оно отличается от того чувства, чем останавливается планирование. Понимаете? Да. мне будет хорошо, когда у меня это случится. Да, ну, я буду чувствовать, что-то хорошее. Так. А останавливаться за поднимем страхом. Ну, например, да. Понятно. Я думаю, можно как-то это крутить в своей голове. А, то есть, если я буду останавливаться, но я буду оставаться условно на том же уровне, мне будет, ну, противно, неприятно, да, вот в таком ключе? Можно так, да, это один из вариантов. С другой стороны, я думаю, это, ну, как, что будущее, похоже, не только пугает меня, но и возбуждает. А, о, круто. Типа в этом много еще и классного. Да? Супер. Ну, я, да, наверное, думаю еще о том, что вот эта вот фраза, стремиться, хотеть глобального и стремиться к целям по-взрослому. То есть, вот наша слушательница мечтает, как ты вот сказал, это круто. И вот, чего, кажется, еще надо? Ну, то есть, кажется, что там дальше вот есть идея, что если я мечтаю о семье, то мне нужно, ну, прикладывать какие-то супер взрослые шаги. Я не знаю там, что вот может быть. Ну, проверяться раз в полгода, там, перестать, ну, что-то делать, да, что-то... Мне с домом проще. С домом надо будет взять ипотеку, вот, вот, по-взрослому. Или там, начать копить... На первый взнос. На первый взнос. И вот это, получается сложной целью, вот, и не делается вообще ничего. Вот. И вот если это действительно так, то, конечно, я сочувствую. По-моему, пока вам лучше просто мечтать, ну, не пытаться что-то, поставить себе какой-то... Как ограничитель такой. Ну, да, да, то есть это как будто пугает действительно очень сильно. То есть, а семья? Ну, ничего себе, семья, это сразу несколько человек. Это сразу там... Ответственность, дети маленькие. Это еще мужа надо где-то найти. Вот. И мне кажется, что проще. Здесь как раз... Да нет, пока какая семья. Пока вот я смотрю на там мужиков, ну, если прослушаться, мы говорим, и я вот, ну, ищу, кого я влюблюсь. Вот все. У меня пока такая цель. Там вот просто наблюдается... Это же в том числе и первый шаг к семье. Да, да, но ты как будто маленький. Вот как будто вот это вот промышленные шаги. Вот как будто... Если я думаю, что мне нужна семья, я должен делать к этому шаги... Тогда надо прийти в бар, достаточно уже подготовленный, возможно, в свадебном платье. Взять мужчину с барной стойки. В выездную регистрацию. Отвезти его в ЗАГС, да. Это очень сложно. От этого потом в отель, перейти к детям. И мать с собой водить где-то, чтобы она благословила. Да, да. Потом в банк уже за ипотекой, скорее всего, да. Ну, и желательно к обеду уже за вторым ребенком. Да. Ну, то есть, вот это меня, конечно... Некоторый абсурд так получился. Да. Да, но мы отлично раскрутили. Вот. Если это так, то, наверное, правда, это не по-взрослому, вот что я хочу сказать. Это не по-взрослому. Что значит по-взрослому? Да, да. У каждого свое. Вот. Ну что, осталось у нас три вопроса? Да. Двигаемся. Здравствуйте. Спасибо за подкаст. Нахожу много ценного, важного для себя. Восхищаюсь... А, так, ладно. Нет, продолжай. Восхищаюсь тем, какую глубину вы раскрываете в каждом вопросе. Ура! Да, я думаю... Причем сейчас написали, да? Я психолог. В своей терапии... В своей терапии. Но так и не могу решить проблему с романтическими отношениями. Мне 30 лет. Отношений никогда не было. Секса тоже. В прошлом году я зарегистрировалась в Тиндере, и пока он был в России, знакомилась и встречалась с парнями. Несмотря на то, что я достаточно нарциссическая, легко вхожу в контакт. У меня есть огромный стыд за свое тело. Я была слишком приветливой и готовой двигать свои границы, лишь бы построить, наконец, отношения. Но меня не устраивало, что сразу или на втором-третьем свидании парни начинали требовать заняться сексом. И я уходила. Я злилась, потому что меня воспринимали как объект, а мне нужно время, чтобы узнать человека. Мне кажется, что я дефективная, потому что никак не могу построить отношения. С хорошими парнями мне скучно. От непоследовательных и критикующих, похожих на мою мать, я все время сбегаю, когда они слишком настойчивы. Но потом я как будто начинаю раскручивать в своей голове истории с этими требующими заняться сексом парнями. И думаю, что я могла бы построить с ними отношения. Тяжело отвязываюсь от своих фантазий о том, как они снова мне напишут, и мы будем общаться. Но понимаю, что это моя потребность получать внимание, и что в моей жизни нет человека, на которого я могла бы переключиться. Так и кажется, что я буду метаться между двух крайностей, не сумев найти подходящего для меня человека. Я готовлюсь к худшему. К тому, что у меня никогда не будет отношений, но эта мысль приводит меня в еще большее отчаяние. Отношения могли бы сложиться, если бы я стала делать так, как хотят другие люди. Но я так не хочу. Я не пойму, почему у меня ломается контакт на начальной стадии. Я даже не могу сформулировать вопрос. Но очень хочу услышать, как моя история воспринимается, и какие слепые зоны в ней есть, на которые я не обращаю внимания, потому что я устал от этих переживаний и чувствую себя в ловушке. Спасибо. Вот такой вопрос-история, скорее. Да. Кажется, какая-то ключевая часть содержится в последнем предложении, что я устала. Я, ну, так как, похоже, коллега-слушательница давно с этой проблемой знакома и пробует ее как-то решать, я себе в голове начал задавать вопросы, а что есть ли помимо индивидуальной терапии, есть ли у нее возможность ходить на группу или на обучение, например. Даже не то, что в качестве рекламы, а вот как это на личном примере, наверное. Конечно, я как до того, как вообще попал в Мегас, никак никогда не был связан с групповой терапией. Ну, в институте это никак не представлялось, невозможность, ни желание преподавателя этим заниматься. А потом, попав на первую ступень, я вообще был очень сильно удивлен о том, что как можно про себя много узнать, находясь рядом с другим человеком. и как я начинаю хорошо себя понимать в первую очередь благодаря обратной связи от участников вот этого обучения первой ступени. Я подумал, что, ну, так как слушательница рассказывает, она в некотором тупике как будто находится, вот там, я не знаю, как у нее в терапии это развивается, неизвестно. Ну, возможно, одним из хороших вариантов это было бы... Пойти на группу? Ну, как бы на группу сходить, да. В этом месте же получилось бы как-то посмотреть на вот те... Как я взаимодействую с другими людьми? Да, на те вообще способы выстраивания контакта, так скажем. Вот. Как я взаимодействую, правда, ты говоришь, как с другими людьми. И как это можно подсветить вообще, похоже. Есть... Ну, тут описывается некоторый такой импульс о том, что я вот хороших нормальных парней... Скучно с ними, да. Скучно с ними, я их останавливаю. Очень много возбуждения к тем вот самым плохим. Которые хотят секса, да. Я про них фантазирую, и похоже, они еще как-то связаны с мамой. Ага. И вот такая срезка. Вот. И на группе это было бы очень хорошо заметно, и с этим можно было бы иметь дело. Вступать в диалог, проверять, вообще как-то сверяться. Свои кипотезы, да. Конечно, да. И все это еще в безопасном пространстве под присмотром ведущего. Ага. Потому что вряд ли есть возможность прояснить с парнями из Тиндера, получились бы у нас соотношения. Что я хочу от тебя, что ты хочешь от меня, это, ну, вряд ли. Возможно, это вообще не очень хорошая идея через Тиндер это делать. А вот в групповом формате это было бы здорово. И как раз вот эти слепые зоны можно и посмотреть. То, что не замечается. Да. А у меня, знаете, фраза какая ярче всего. Наши слушатели спросят, слепые пятна, не знаю, является слепым пятном или нет. Но вот эта фраза про... Я... Ну, вроде все хорошо вот идет. Установил приложение, там, назначил свидание. Да. Прихожу, общаемся. То есть слушатель говорит, что ей там что-то сложно. А ключевое, что парни начинают требовать. Вообще, я просто думаю, что за скоты? То есть, какие-то такие, типа, требую. Приходит с плакатом, транспарантом, требую секса. Секс на первом свидании. Да-да-да. Ну, то есть... В футболке секс-инструктора. Ну, то есть, да. А во-вторых, я сразу... Она говорит, я уходила. То есть для меня вот это, во-первых, такое яркое описание, что они прям требуют. Я думаю, насколько это... Действительно требование. Ну, вот, что это вот так в восприятии психического слушателя, что, ну, допустим, даже если он требует. Допустим, говорит, слушай, сегодня третье свидание, поехали ко мне, займемся сексом. Допустим, такая прямая вот требование. Интервенция, да. И вот она, она говорит, и она уходит. Ну, то есть, как будто бы... Она не отреагировала, типа, это непереносимо, скажет. Чувак, нет. Очнись. Да, соберись. Ну, то есть, как будто бы вот... И они все вот так делают. То есть, несколько человек, как минимум, да. И вот меня... И вот это вот смущает. То есть, то ли такие подбираются, действительно, которые... Помнишь, что будет написано дальше про маму? Да, непоследовательные и критикующие. Вот парни. Вот то ли... Ну, действительно, такие парни достаточно хамские. То ли, ну, какие-то их намеки, это же вот это флирт, ля-ля-та-паля, воспринимаются как, ну, нечто очень агрессивное, от чего надо сразу сваливать. То есть, в котором, ну, что невозможно с этим как-то поговорить, там, сказать, ну, нет пока, давай дальше общаться, посмотрим, ну, то есть, мне сейчас пока не хочется. Вот. То есть, как только, типа, условно, появляется вот такая настойчивость, сразу хочется убежать. Типа, не посмотреть, что с этим будет, да? Их действие категорическое такое, требую секса. И ее действие, я ухожу. Я ухожу. То есть, для меня это как будто очень резко, и то, и другое. Я согласен, да. Это как-то очень так описано. А вот... Действительно ли так, вот что я хочу. Действительно ли так, это раз. А во-вторых, я не знаю, вот я почему-то начал думать, а критиковали ли слушанницу за требования, ну, как бы, за неисполнение каких-то требований. Вот та самая мама критикующая. Делала ли она некоторое критическое, так сказать, воздействие. Если делала? Ну, вот, неисполнение требований. Насколько чревата последствия, типа? Да, да. Я не буду заниматься... Мыть посуду сегодня. Ну, заниматься с вами сексом на первом свидании. Если она не выполняет требования, то тогда ей нужно... Ну, в общем, это ужасно. То есть, этому нельзя не возразить, не там иметь свое мнение, не вынести ответное предложение. Ну, да. В общем, ничего нельзя сделать, кроме как... Уйти, условно. Да, спастись этого. Мы, конечно, сейчас бредим. В определенной степени надо понимать, да, что там вот опыт слушанницы больше ей подскажет, как в этом месте. Потому что я думаю, что выбор партнера — это тоже как бы некоторый опыт, ну, такая копинг-стратегия. Где-то мы ее видели, как это происходит. Для чего-то нужен именно такой партнер, который будет что-то со мной делать, требовать, там, грубить мне, чтобы что... Типа потому, что с ним понятно, привычно, как это работает. Ну, возможно, да. Возможно, это некоторый такой отыгрыш о том, чтобы исправить какие-то отношения в прошлом. Потому что я вот сейчас заведу с ним отношения, вот он будет от меня требовать... И он будет вести себя по-другому. Ну, да, я его как-то исправлю, а таким вот бессознательным способом хочется исправить ситуацию в прошлом. Но, к сожалению, если в детстве не было велосипеда, то как бы ты не покупай себе, там, джип, Майбах, мотоцикл, в настоящее время в детстве велосипед не появится. Да, грустненько. Говоря ли. Да, да. Я еще... Мне понравилась фраза, я готовлюсь к худшему, потому что у меня никогда не будет отношений, но эта мысль мне приводит еще больше отчаяния. Ну, в смысле, не то, что понравилось, я просто ее заметил. Поясни, пожалуйста. То, что заметил, да. Мне интересно просто, как подготовка к этому, типа, худшему происходит. Ну, типа, вот какие мысли, типа, в голове прокручиваются. Прокручиваются. Это вообще очень прикольный инструмент, на самом деле. Его, если грамотно применять, он сильно снижает уровень переживаний. Так, скажи-ка. Если катастрофизировать какое-то событие до абсурда, как мы сделали это вот с... Ну, там, вот... Где там с сафарного платья прийти в бар, завести мужа, поступить по-взрослому, то в этом месте тоже очень интересно посмотреть, что такое худшее. А, типа, если я никогда не заведу отношения... Где та самая яма? У меня будет 40 кошек. Стереотипно. Да? Я сейчас буду наварасывать. И тогда, если у меня будет 40 кошек, у меня будет вонять квартира. И тогда, если у меня будет вонять квартира, меня будут ругать соседи. И тогда, если у меня будут ругать соседи, мне вообще будет страшно выходить из дома. А здесь уже сразу на первом же шаге думаешь, ладно, я обрежу. Почему у меня должно быть 40 кошек? Обязательно, да. Там вторая часть есть такая, что вот в этом, так сказать, самоупражнении, Но в целом это вообще достаточно терапевтический инструмент, если его правильный, грамотно применять. Называется как катастрофизация фантазий. Мы ищем за тем самым сильным, непереносимым переживанием другое полярное желание. Есть такие разные примеры. Обычно я использую пример Леонид Леонидович Третьяка про женщину, которая падает в метро. Скажи, пожалуйста. Может, ты его слышал? Возможно. Женщина падает в метро, в припадке, трясется. У нее случаются приступы эпилепсии. Она привлекает в себя огромное количество внимания. Все останавливаются, смотрят, хотят ей помочь. Она очень боится этого приступа, что так случится. Но одновременно она за этим очень хочет внимание получить. Она очень хочет получить некоторую заботу, чтобы ее отнесли домой. Бедный муж, которого она постоянно ругает, будет крутиться вокруг ее кровати. Это такой рассказ, получается. При таком расспросе, а что будет дальше? А что будет дальше? Меня принесут домой, бездыханную положат на кровать. Мой муж будет плакать, сожалеть. Заботится обо мне. Заботится обо мне. Всячески опекать. Из другого города приедет мама. Ну, вот что-то такое. Понимаете, что за некоторым страхом и тем, что я готовлюсь к худшему, может быть, ну, некоторое такое совершенно полярное желание, например, в заботе, нежности, там, еще чем-то другом. Это надо исследовать, это скорее. Вопрос на то, чтобы покрутить, подумать, а что там за все. Ну, вот даже здесь тогда, из-за того, что ты сказал, ну, правда, как-то сразу хочется сказать этой женщине, что, да, подождите, но если, там, мужчины требуют от вас секса, значит, вы привлекательная женщина, как минимум, с которой они приходят на свидание. Вот почему вы даже за... Ну, то есть, у меня вот такой вот крик сразу. Да. Может быть, ей... Я, кстати, сомневаюсь, что несколько мужчин подряд, которым все равно, чтобы протрахать, простите меня, ну, как бы, да, наверняка точно, ну, как бы, это как маркер такой. Моя честь, да, как минимум. Ну, и к тому, что как будто бы... Вот я и уже комплименты делаю наш слушатель. Если про... Подходит ли... Является ли это вашим скрытым желанием? Про меня продолжать? Напишите в комментариях. Или вариант протрахать, это вот, Саша, которая, получается, полярную модель, ты демонстрируешь требования вот этого. Да, да, да. Ага. Ну что, двигнемся? Да. Восьмой. Привет. У меня такой вопрос. Я начал немного лучше жить, более лучше одеваться. Все еще не могу себе позволить купить крупную технику, машину, ипотеку. Своим трудом, честно, планомерно. Меня окружают очень разные люди в плане финансового положения. И я стал замечать, что не могу справиться с растерянностью и виной, проекциями. Не могу распутать, что зачем появляется. С одной стороны, я не, в кавычках, дотягиваю до более богатых друзей. Их чаяния мне бывают непонятны. Но я стараюсь понимать, что потребности — вещь субъективная. С другой, у меня есть и те, для кого даже покушать квест. И не из-за расстройства пищевого поведения, как у меня. И тогда уже я клеймлю себя. Здесь очень много просто прояснений, в скобочках. Внутренний критик задает вопрос слушателей сам себе, что пытаюсь поддерживать свою менталку сначала, а не сразу бегут спасать мир и переводить диссизину всем знакомым, кто как-то по-другому строит стратегию выживания. Постоянно кажется, что одну маску я на себя уже надел. Опять прояснение в скобочках — нет. И кто-то тщательно следит, не тяну ли я руку ко второй. Такое количество тревоги о справедливости у меня еще и второй части своей жизни, где я стараюсь быть гражданином, волонтером и строить светлое будущее. Когнитивно я вроде все понимаю. Опять пояснение. У меня есть объективное оправдательное ограничение в том, почему я не супермен в конце концов. Но неизбежно при любом ощущении неравенства с товарищем, при любом ощущении неравенства с товарищем я проваливаюсь в вину. Хотя товарищ может считать, что я вообще-то молодец и вдохновляю его. Правильно я понял, что неважно, кто там есть, более богатый друг, либо более бедный, он в любом случае в вине, что первым, до первых, он не дотягивает, а вторым, он не помогает. Да, да, да. Да. Ситуа. Так, а как такового вопроса, там нет. Как такового вопроса, да, история. Вопрос был только внутренний или критик, да. Что делать, как обычно, с вопросами? Ну, скорее всего, да. Как с этим разрыванием, он вроде говорит, что я когнитивно себя успокаиваю, но каждый раз, в общем, из-за этого у него... Похоже, когнитивные доводы не до конца успокаивают. Да, похоже, да. Ну, вообще, такое, конечно, крутое описание какого-то такого человека, который, значит, ты что, и в богатые круги вхож, и с бедными друзьями знаком, и еще и волонтером подрабатывал. Еще классный гражданин. Ну, да, классный гражданин. Да, то есть очень... Я не знаю, я подумал, что, похоже, какое-то такое... Какая-то такая жизнь так устроена таким образом, где среда очень требовательная. Ну, от меня самого, среда что-то очень сильно требует. Ну, то есть там богатые друзья, то там что, надо как-то соответствовать, подтягиваться, иначе тебя не примут. Как бы бедных друзей, наоборот, надо подтягивать. Иначе они скажут, что ты там зажрался, конечно, господин. И вообще-то в стране надо быть ответственным гражданином. В общем-то, да, и там третья среда какая-то. Да, и вот это все очень тревожно получается, что приходится... В общем, много напряжения со всех сторон, как будто меня давит, да? Как будто бы есть какие-то требования опять у этой среды. А скорее всего же требования внутри, от себя что-то... Я подумал, что вот волонтером пойти, я, не знаю, может, к сожалению или к счастью, но я не наблюдаю себя такого стремления пойти когда-нибудь волонтером. А в этом месте такое ощущение, что было желание, пошел, что-то такое вот начал. Или не было, желание было, нуждая быть хорошим гражданином. А-а-а. И это совсем другое... Ответственный ли это шаг? То есть со всей ответственностью проснулся, понял, что нужно помочь кому-то. И для этого есть волонтерские организации. Я тогда, пожалуй, сделаю некоторое количество действий и попаду туда. Или это сделано из сильной тревоги, что я... Какой-то не такой, и тогда, если я пойду волонтером, тогда все будут меня считать хорошим, классным парнем. Ну вот про внутренние требования. Правда, может быть, чуть-чуть, как я тебя понял, что от него небогатые друзья ничего не требуют, чтобы он до них дотягивал. Он небедный на самом деле. Вроде говорят, что ты красавчик вообще. Да. А он, вот это внутреннее требование, такое, что мне что-то нужно делать для того, чтобы быть хорошим для тех и для других, нужно совершать каждый раз. Да, это не является фактическим правдой, вот, возможно, да, вот то, что слушатели говорят про проекции, но это является внутренним требованием. И тогда, если эта проекция, получается, что... Что-то внутри происходит. Да. Что внутри есть какое-то напряжение, которое реализуется в виде разной деятельности. Волонтерской, например, там, или там покупки брендовой одежды. Ну, вроде как не дотягивает, как пишет, слушай, до брендовой одежды, но стало лучше жить. Вроде как будто бы... И почему бы этим не наслаждаться и не требовать? А такое ощущение, что это еще что-то недостаточное, это напряжение что-то остается, похоже, как оно реализуется. Большой вопрос, за счет чего он накапливается? За счет того, что он вот в разных кругах, он обитает. Например, ну, как гипотеза, вот, исходя из текста. Вот, или что-то еще, или вообще это некоторый такой интроект, или как это... установка жить напряге вообще. Ну, либо что, если я не буду регулярно как-то что-то делать для поддержания других людей, то контакт с ними прервется, например, да, такая установка, я сейчас думаю. То есть, если, не знаю, они регулярно не будут помогать своим бедным друзьям, то они в итоге не друзья мне станут. Либо если они будут регулярно обновлять штанишки... Если я буду приходить в дешевых шмотках своим богатым друзьям, то они точно рано и позже сгонят. Да, но это частный случай, а вообще установка про то, что в целом мне нужно дофига соответствовать, чтобы отношения не ушли никуда. Например, я подумал. Ну да, что-то такое. А тогда еще просто можно развернуть. Ну, это же он так считает. Действительно ли так считает, типа... Ну, это да, это хороший вопрос. Но чтобы с ним отношения строить, нужно ли тоже для него что-то делать? Какой-то список требований. Ну да, другие люди должны для него, для поддержания отношений с этим человеком, что-то делать, там, делать красивые вещи или там, помогать им. Или быть хорошими гражданинами. Да-да-да, и он не общается с теми, кто не волонтер. Если не очень... Ну да, какое требование к окружающему миру он предъявляет? Может быть, никакое тогда, интересно. А может быть, наоборот. Ну вот, если так про проекцию думать, это же что-то, что в нас плохо, нами самим воспринимается и нежелательно, и мы проецируем на другого человека. И вот там как это в своем глазу бревна не видим, в другом соломинку заметим. Это что-то такое похоже. Можно предположить, что он достаточно мог бы быть слушателем каким-то требовательным к окружающему миру, чтобы этот мир был достаточно справедливым, что он достаточно строг, и нужно помогать. И вообще есть некоторое такое стремление к какому-то богатству, состоянию. Я не знаю. Бесконечно-вечно. Бесконечно-вечно преисполниться, в конце концов, и пойти к реке. Но это абсурд. Но тем не менее. Ну, вот это скорее комментарий, как вопрос уже не прозвучал. А мы порассуждали тем не менее. Ну да. Ну что, поехали. Привет, ребята. Часто встречало мнение, что если не получается достичь какой-то цели, значит, цель не ваша. Имеется в виду, что она навязана обществом или заимствована у кого-то. Я думаю, что это обо мне, так как у меня совсем не получается поменять свою жизнь к лучшему. Я имею в виду уровень жизни в целом. То есть, найти любимую работу, которая будет меня кормить и которая будет мне интересна. Понимаю, что усталость и выгорание есть на любимой работе тоже. Работала и работаю на простых должностях, не требующих особой квалификации. Я вроде выбрала себе сферу, сфера творческая, где я хотел бы развиваться, но не очень получается, именно потому, что иногда нет мотивации и желания. Совсем. Я не понимаю, как с этим справляться и что мне нужно делать. То есть, я не понимаю, в чем причина того, что мне это дается настолько тяжело. Это страх перемен или что-то еще? Или все-таки я выбрал себе занятие, потому что вижу много классных представителей профессий, но это на самом деле не мое? Вот такой вопрос. Мне кажется, в самом вопросе находятся и ответы. Да, мне кажется, тоже слушательница сделала про себя гипотезы. И в целом... Они могли бы быть рабочими. Да. А еще это напоминает вопрос, кажется, номер два. Про слушательницу, который тоже не удовлетворен. Да, шесть летучи об этом отношения. Ага. А в чем ответ? Ну, в смысле... А вот, ну как? То есть, как с этим справляться? Правда ли это то, чего я хочу? Или это там требования общества, потому что это популярно как-то там, я не знаю, о чем творческой профессией заниматься. Да-да-да. Ну, вот. Ну, кажется, если с уважением к этим вопросам вообще относиться и смотреть на них, типа, а правда ли это так? Может ли это быть? И давать этому жизнь? Ну, вот в плане того, что оправдываю. Вдруг я вот на самом деле не хочу этой творческой профессией заниматься. Я просто вот посмотрел Инстаграм с утра пораньше. Там все красиво, хорошо. Я подумал, ну, да, все, пора бросать свою работу на Почте России, и, например, отправляться там... В Миросэмэм. Да, в Миросэмэм или в IT, и как бы вот достаточно... Или быть блогером на Бали желательно. Вот. Ну, если на Бали достаточно дорого, допустим, улететь, только меня это утомляет зарабатывать на Почте России деньги. Вот. Ну, это сейчас так, в частности, нет никаких претензий к Почте России. Потому что... Я что имею в виду? В том, что вполне себе возможно, что это и так и есть, как предполагает слушательство, что что бы... Что надо до себя докапываться вот в целом? Может, правда, это не ее, с одной стороны. С другой стороны, как будто бы есть в тексте некоторая неудовлетворенность от прежних работ. Я работаю на должностях, как там было написано... Не требующих особой квалификации. Не требующих особой квалификации. То есть, похоже, возможно, есть желание заниматься чем-то более таким интересным, то, что вызывает у нас в душе отклик. Увлекательный таким-то чем-то. Да. Ну, и правда, почему... Почему бы этого не делать? И одновременно почему бы не дать возможность вообще уставать от этого? Вы понимаете, про что? Я про то, что... Ну, это правда нормально уставать от своей профессии. Если в этот момент говорить себе то, что, о, блин, устал, значит, что, не доработал? Ну, или как-то переработал. Теперь не твое. Теперь не твое. Если так сразу про это думать, ну, конечно, какая-то утопия тогда. Мне кажется, все равно рано или поздно, но любимая профессия, она превращается в какую-то рутину, ну, рутинное действие. Да. Но я, например... Но при этом, мне кажется, она может и оставаться любимой. Есть такое понятие, как пуска, перерывы, пересмотры. График. Вот я как бы не любил сидеть в кабинетике и принимать клиентов, но если слишком много наставлю, то, в общем, в какой-то момент я начинаю думать, блин, честно говоря, лучше бы я полежал сейчас. У тебя есть число максимального клиента в день, которое ты способен принять и потом не начинаешь Способен, не будет хорошо. После того, как вот после какого-то часа начинаешь ненавидеть свою работу. Ну, я думаю, что все равно эффект некопительный. Мне кажется, что, ну, там, я думаю, что пять классно, семь можно. Вот. Но главное, чтобы было бы... Получается шесть. Да, получается шесть. Вот, ну, получается, но это при условии, что у меня нету... Это не подряд. Вот я, допустим, стараюсь вот прямо вот с клиентами вот два дня в неделю поработать, но и перерыв нужен. Вот я три дня, допустим, не ставлю работы подряд. У меня вот такая тема... Еще желательно перерыв между клиентами. Это обязательно. Это вот это сто процентов. Но я имею в виду, что тут я два дня поработаю, и мне нужен третий выходной. Да. Либо там должна быть какая-то другая деятельность, мы сейчас подкаст записываем. Вот. То есть я понимаю, что сегодня я уже бы не вывез третий день вот такой работы. Это правда. Да. У меня вот такая тема. Ну вот я и к тому, что поддерживаю мысль, что, наверное, даже если любишь, но при перегрузе все пора уже тихо ненавидеть. Потому что жизнь не состоит только из работы. Да. За работой есть разная. Есть семья, у кого-то есть другие какие-то хобби. У кого-то есть пробки по пути на работу и домой. Это тоже выматывает. Жесть. С ужасом про это думаю. Ну, мы вроде поздно закончим. Но и закончится тоже хорошо. Что-то я еще хотел про... Я зацепился просто за... Там первая строчка. Часто встречало мнение, что если не получается достичь какой-то цели, значит, цель не ваша. И там есть слушательница, говорит, что это про нее. Но я подумал... Сейчас немножко хочется как будто бы чуть-чуть оспорить вот это утверждение. Я подумал, что... Ну, вообще-то... Но если не удается каких-то результатов достичь в определенной цели, то мы все равно получаем какой-то опыт в процессе достижения. И там благодаря этому опыту, мне кажется, мы можем понять, как можно сделать по-другому еще, допустим, да? Или как можно было сделать лучше. Или стоило ли вообще это делать, да? То есть я там столкнулся с таким опытом, что меня там ужаснуло, мне стало очень страшно. Я точно там... Ну, пока не хочу в ближайшее время с этим сталкиваться. Это называется самопознание. Ну, так и... Ну, да. Тема нашего выпуска как понять, что мне подходит, а что не подходит, если ты это не попробуешь. Ну, естественно, есть вещи, которые сразу понятны. Да-да-да, объективно, ну, кажется, да. Я знаю, я проще всего, что я никогда петь в караоке не буду профессионально, например. А не профессионально? Я профессионально могу, естественно. Хорошо. Вот. Ну, похоже, вот идея о том, что... Я подумал, то, как мы обсуждали сейчас минуту назад, ну, что как бы вот... И можно его стать, и все это делать. Вот если еще дальше докрутить, то можно сказать, типа, да не парься, найдешь себе работу по душе, и все это. И это тогда было бы как раз вот тем самым стереотипом, если что не получается, то бросай. Да, не ваше. Скорее так, я не думаю, что нужно так делать, если что-то не получается, то сразу бросай. Скорее в этом месте мог бы быть, ну, как некоторый подход к упражнению, чтобы понять, там, ну, технику выработать. Вот могу я это делать, правда или нет, хорош ли я в этом или нет. Для этого нужно время. Ну, нужно несколько попыток, несколько успеха или, возможно, неудач, чтобы понять, это вот мне подходит, я в этом хорош. Или это вот правда не мое, но было интересно. Или вообще не было интересно, но понял, что больше всего я не вернусь. Да, вот, кстати говоря, вот эти нюансы, у меня сейчас две мысли, вот одна в дополнении, что иногда стели не достиг, и замечая, я могу заметить, что тем не менее мне понравилось, и я хочу достать там вторую, десятую, сто пятьдесятую попытку. А может быть сразу, о, господи. Вот. Но и знаете, что мне сейчас вдруг такое озарение, я прям подумал, а может быть, это и классная мысль, я хочу поделиться, что вот тут достаточно много таких, как мне показалось, но я не хочу сказать шаблон, мне хочется заменить слово шаблон нахваз. Стереотип? На таких типа установок. Типа цель не ваша, может быть, я насмотрелась классных представителей профессии, может быть, это страх перемен, то есть как будто наша слушательница пытается на что-то опереться, вот на какие-то известные факты. Внешние известные факты. И срегулировать свой интерес. Исходя из этих типа факторов. Да, да, ну то есть вот, ну что там, там. Ну говорят, что надо там заниматься СММ, жить на Бали, там и делать то-то, то-то, то-то. Поэтому я и буду так делать. Ну вообще-то я типа хочу другого, да, ты это имеешь в виду? Да, только вот я докручу, что как будто хочется очень сильно проспрашивать, а как вот вам вообще сейчас на вашей работе? Ну, тем не менее, там, вы считаете, что вы хотите много денег, ну, да, но вам сейчас-то работает как? То есть вам хорошо, плохо, а сколько денег вы чуть хотите? Ну то есть хочется кого-то больше обратиться не на вот эти фантазии, может быть, я насмотрелся на других людей, может быть, цель не моя, а как вам сейчас работается? А сколько вы там, для чего вам еще там плюс 10 тысяч рублей, допустим? Вот. Ну, как-то вот я подумал, что мне захотелось спасти слушательницу от вот этих немножко таких известных, громких вопросов к себе. Такая. И больше поинтересоваться, просто порасспрашивать, а вот в этой творческой профессии что вам правда там интересно, вы что там любите? Типа, позамечать, что в реальности происходит сейчас, да, ты имеешь в виду? Просто какой-то разговор о. Вот. О ее реальности. На самом деле поговорить про работу, да, типа? Да. Если думать еще таким способом, достаточно необычным, про, значит, про бессознательное, то, что ты сейчас, Гош, сделал, но ты, как в моем понимании, ты несколько вроде так поддержал вообще по-человечески другого человека, сказав в том, что, типа, а как ты вообще живешь сейчас? Ну так, поинтересовался искренне. Да? Возможно, можно думать, что в детстве у этого человека не было той самой поддержки для образования собственного интереса и возможность опираться на желания свои, а не общество, например. Ну, если родители активно интересуются и поддерживают желания и интересы своего ребенка, у него потом с большей вероятностью возникает нормальная такая адаптация и вычленение, дифференциация там как бы собственных каких-то интересов, которые... мне интересно там на коньках кататься, я пойду, мне пофигу, что про это думают другие дети. Мне интересно петь в караоке, потому что мне нравится этот процесс, ну, я буду петь. Не важно, что это может быть некрасиво. Делание чего-то и обсуждение чего-то без знания конкретного результата и к чему я приду, как будто, да? То есть... Ну да. Просто попробую, пойду попою. Я подумал, что раз ты так вот поддерживаешь, что вот можно как бы предположить, что слушательницы в этом месте тоже не хватает такого опора на, правда, на собственное основание, на свою такую точку зрения, что я вот хотел бы этим заниматься, но знаю, что это будет сложно, знаю, что от этого можно устать, но очень хочется. Да. Вот. И вообще-то иногда мне нравится. Иногда мне это нравится. Иногда мне это вообще не нравится, но это не значит, что я вообще хочу обесценить в этом месте свой интерес. Да, а вообще я хочу еще денежек побольше. Пока не очень понимаю, как их получить, но хочу. Посмотрю вокруг, как это делают остальные. Посмотрю, подходит мне это или нет. Могу ли я сделать так же или как-то по-своему сделать. Такая ориентировка в пространстве. Да. Ну что, финальный вопрос. Да. Здравствуйте, ребята. У меня вопрос по поводу времени. Последние несколько лет оно слишком скоротечно. Неважно, какие эмоции я испытываю в тот или иной момент и нахожусь ли я здесь и сейчас. Ощущение, что за час моего субъективного времени проходит минимум три настоящих. Просто не могу ловить, как утекает год за годом. По этой же причине стало совершенно непродуктивной. Просто не успеваю. Я слишком медленная для окружающего мира. Раньше казалось, можно успеть за полчаса все. Теперь же и нескольких часов бывает мало. Страшно, что не успею обернуться, как постарею, даже толком не заметив этого и ничего не успев. Есть ли какой-нибудь способ хоть как-то притормозить этот процесс или с этим сталкивается каждый и стоит просто принять, что чем старше становишься, тем быстрее проходит жизнь вокруг? Вот такой вопрос. А раньше ты были в Риме. Когда я гулялась всю ночь, и на утро шло на первую пару. Ну, вообще-то правда так и есть, реально. Мне кажется, ну, я даже себя там по личному сравнивать 23, я мог там, типа, условно, три дня спать по два часа и чувствовать вообще супер хорошо. Сейчас для меня это... Нет, у меня на второй день будет рубить, я захочу пораньше лечь и выспаться, хорошо. Так 45 лет прошло, Саша, конечно. Да, Коша, спасибо. Ну, да. Вот как-то ответить на вопрос, получается, нормально ли это так, да, получается? Или это опять вопрос, типа, что с этим всем делать? Да, можно ли затормозить или нормально не тормозить? Вот похоже, я не знаю, я вот в этих моментах так ориентируюсь, что если это приносит мне сильные неудобства, то, возможно, с этим что-то бы хотелось сделать. И это... Ну, и как возможно это сделать? Если это просто из тревоги вопрос, потому что в мире происходит тревожная вещь. Давайте так, на секундочку. Ну, да, глобально меняется прям все. Вот, поэтому и наше мироощущение тоже может меняться, и это связано с вот такой, правда, тревогой. Ну, вот, планировать нам что-то сложно, еще что-то, события за дня в день могут быть сильно отличимы друг от друга. Все быстро меняется, а не успеваешь к одному привыкнуть, уже другое. Угу, угу. Вот меня настораживают вещи, что в полчаса субъективного времени, как там было написано? Да, типа, условно, за час проходит минимум три настоящих. Вот это... Меня, конечно, немножко... А чем ты настораживаешь? Ну, я про клинику думаю, что это какое-то замирание тогда. Вот, и ты сидишь, замираешь, это... Ну, что-то какая-то депрессивная симптоматика там могла быть, или еще что-то. Ну, вполне себе можно предложить. Может быть, вы ходили там, сходите, проверите. Тут, если так, навскидку, так как я не психиатр, но я имею клиническую специализацию, которую я окончил, опять же, в Мегасе, можно задуматься, что здесь какое-то такое тревожно-депрессивное что-то. То есть я настолько погружаюсь в себя, что не замечаю, как протекает, типа, реальность? Ну, вообще, что-то очень такой текст мог показаться тревожным, потому что вот что-то там не успеваю, время летит, и все это куда-то несется. Очень много отчаяния, да? Я старею, да, не успею обернуться, все закончится. Угу, угу. Ну, такое... Можно в этом месте, ну, обратиться к специалисту. С таким разговором. Угу, да, спасибо, что замечаешь. А, да. Ну, а так... А так, как подумать, еще что? Есть какие-то идеи? Способ притормозить. А, ну вот про способ притормозить, правда. С другой стороны, как на это смотреть? Такой, скорее, более психотерапевтической. Угу. Ну, похоже, все вот это вот, что описано, вызывает достаточно сильные переживания, которые тоже хочется куда-то деть. И за счет этих сильных переживаний, возможно, возникают как раз те самые такие оценивающие мысли, что я не успеваю, что что-то не так делаю, и время несется, и я вообще постарею ничего не успею. Что это за переживание вообще такое? Это страх. Тогда у него есть объект, скорее всего. Угу. Это тревога тогда, она диффузная, и нет объекта. Ну, то есть там вообще просто тревожно. Ну, возникают ли они в ответ на какое-то событие, или они постоянно перманентно со мной происходят? С утра я проснулся, уже все, и капец. Уже тревога зашкаливает, это надо куда-то нестись срочно, быстрее, быстрее, быстрее. Что-то с ней делать, да. Да, что-то с ней делать. Ну, то есть, что происходит, правда, в этом месте? То есть, если удастся заметить это чувство, и как бы как-то непарадоксально ничего с ним не делать, ну, как бы вот просто пребывать в нем, замечать, то это сильно повлияет на мироощущение. Если ты знаешь, что ты боишься в этот момент, но ты уже чувствуешь, что ты боишься, ну, в этом месте можно как-то замедлиться, например. Либо можно, если правда страшно, или есть угроза, можно бежать. То есть, не действует по реакции бей-беги, да? Бей-беги, прячься, если что. Такая история. Вот, то уже появляется некоторый выбор. Когда мы знаем, что с нами происходит, это происходит пауза между стимулом и реакцией. А стимул и реакция, ну, это не та модель психики, которая у нас устроена. У нас, скорее, есть внутреннее содержание, внутреннее, это самая рефлексия, самопознание, благодаря которому мы можем как-то соотносить наши переживания с окружающей средой, с некоторыми стимулами. И понимать, что происходит. Ну, да, ориентироваться. Я так понял, что вот такая, скорее, комментарий, рекомендация, это быть, опять же, внимательным к своим переживаниям. Типа, как будто постоянно в тревоге нахожусь, и даже не могу соориентироваться, типа, в этой тревоге, да? Ну, вот, что-то там за полчаса, три часа реального времени уходит. Все мы, как бы, умрем, это правда. С одной стороны, что все мы куда-то дышимся. Никуда от этого не деться. Это, да, но с другой стороны... И вообще-то, да, мы правда становимся старше со временем. И мы меняемся во всем этом. Ну, вот, что-то вот такое. У меня вот, знаете, последняя мысль, которая у меня... У меня есть шутка. Мне хочется порекомендовать стволовые клетки. Не знаю, что-то... Заморозить эти клетки. Да, притормозить как-то. Хочешь это двинуть, процесс неизбежный. Не хочется. А правда, это неприятность. Ну, вот, про это думать, это не очень приятная история. Ну, да, находиться с этим ощущением каким-то, да. У меня вот фраза... Я слишком медленный для окружающего мира. Этот мир слишком быстро для меня. Я думаю о том, что... Что все-таки за мир окружает наша слушательница? Вот, потому что вот ее замечание, вот такое самопознание, самосознание, как раз мне кажется важным. И, возможно, ну, все-таки стоит заметить, что там объемов памяти не хватает, объемов физической силы не хватает. Если вы, там, вы 10 лет, 5 лет работаете в нон-стопе, то сейчас правда уже как будто бы... Истощился. Да, истощился организм. И, возможно, стоит чуть-чуть как-то поменять среду или там как-то подстроить ее под реальные возможности вашего организма. То есть, там, попросить себе один день удаленки. Дело в том, что на высокой скорости это невозможно. Вот, отличное замечание. На высокой скорости невозможно заметить, что происходит с нами. Потому что мы становимся вот просто каким-то одним чувством. Вы знаете, как это... Если у вас болит зуб, вы не человек, вы один большой зуб. Зубная боль настолько сильная, она и все поглощающая. Ну, также здесь со скоростью процесса, мы тревоги, например. То есть, если вы очень сильно тревожите, то вы не замечаете. Туннельное зрение... Как свежий ком такой, да? Накапливаешься и несется. Да, нужно... Парадоксально нужно ничего не делать с этим. Но заметить и ничего не сделать. Это разные вещи. Продолжить жить в таком ритме или заметить, что я напуган, стреложен, спудоражен, и ничего с этим не сделать. Это по-разному. Как говорил Арнольд Бейсер, если вы заметите свои чувства, вы никогда не станете прежним. Теория парадоксальных изменений. То есть, что-то с этим начнет происходить. Да. Ну да, вот. Ну что, мне кажется, отличная цитата. Да. Завершение. Лозунг. В конце вывели. Я к формальной части. Нас можно слушать iTunes, подкасты в России, Spotify вне России, SoundCloud, Яндекс.Музыка, ВК-подкасты, Google-подкасты, YouTube. Платформа Казбокс. Заходите на сайт repunkta.com, задавайте ваши вопросы в будущие выпуски. Все полезные ссылки и все-все-все ссылки на социальные сети мы оставим в описании. Да. Даниил. Да. Ты как? Большое спасибо за приглашение. Рад был побеседовать в очень приятной компании, отвечать на очень такие вопросы какие-то значимые, похожие для людей, нашли для этого время, написали, уделили себе время. Я с радостью про это думаю, как про положительную динамику заинтересованности к себе, касательно нашей темы. Если возникают у нас вопросы к себе, то это же хорошо. Да. Вот. Ну, если нам удалось как-то их подсветить где-то с разных сторон, я надеюсь, у меня есть такая надежда. Угу. Это было здорово. Очень, в общем, приятная компания. Да, спасибо. Да, надо познакомиться. Вот, спасибо, да, за вопрос. Так, обратил на это внимание. Я действительно подумал о том, что это же большая работа, которую проделали слушатели, продумав про себя, описав, что с ним происходит. Своё состояние, да. Угу. Да. Это был 160 выпуск, да. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. 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 Пока с ремонтом, да. Пока с ремонтом, да. Пока с ремонтом, да. Пока с ремонтом, да.